apple отказывается от intel все стрелочных функциях раз и навсегда разносторонний в джесс разносторонний погнали тут тут турыду туда я хочу сейчас реально хотя бы вспоминаю как как звучит наш джингл и пытаюсь его воссоздать я думал что воссоздать наш джингл надо короче вот руку да поместить между второй рукой вот в подмышке и вот так резко делать второй рукой и тогда получится на самом деле нам много кто уже писал что там у какого-то там блогера там я так просто практически ой так просто ай так просто тоже этот джингл но только не у него нам про него тоже часто пишут Ну, короче, у кого-то есть такой джингл, поэтому мы не уникальны Но я думаю, мы уникальны в другом Наш подкаст, во-первых, самый лучший в мире на Ютьюбе Не просто IT-подкаст, а вообще самый лучший в мире А во-вторых, называется... Во-первых, начнем с того, что у нас подкаст на Ютьюбе Мы уже как бы... Мы единственные из лучших Больше никого нет Согласен, да, в номинации только мы заявлены Поэтому нам, как инвалидам, все три медали отдадут сейчас и все Подкаст называется «Суровое веб» Проект «Ювебдизайн» Время пять минут второго уже по Челябинску Сегодня поздно Одиннадцатое число Ну, с одиннадцатого... С десятого на одиннадцатое, получается, мы записываем подкаст И выпуск номер 172 сегодня уже Вот так вот 172-й я, как обычно, жду двухсотый Все жду и жду Когда вот аниверсари Аниверсари, потому что хочется аниверсари И первая тема у нас, знаешь, плевались в комментариях в прошлый раз А мы с тобой взяли и вот им обратно сейчас Вот они на нас плюнут, мы утремся, да? А мы в них плюнем, а они утонут И вот у нас первая тема — это Первая тема — это международчик Лебедев и как он сделал мониторы для Шереметьев Представляешь, насколько у нас обильное слюноотделение, что мы вдвоем способны заплевать нашу многомиллиардную армию подписчиков? Но мы сейчас записываем с тобой, мы договорились записывать еще Короче Нормально так И, значит, я сразу перейду именно к статье на artlebedev.ru Я думал, к записыванию ты перейдешь Ну, это понятно Я, собственно, это одно и то же И, значит, короче Тут у нас еще у тебя приложена статья с Вайсера Да Ну, а я вот конкретно буду использовать artlebedev.ru И, действительно, для Шереметьева сделаны новые информационные мониторы Для того самого аэропорта, который все любят Или, может быть, никто не любит Я люблю, я говорил в прошлом подкасте А вообще я другого не понимаю, подождите Сразу уточню На Высере вообще нету никакой критики То есть там просто по факту говорят, типа, вот так вот и все Там просто описание, да То есть там не было заводочки, типа, там опять Лебедев сделал говно Вот там, вот такое Нет, чувак, они, мне кажется, не имеют веса даже, чтобы такое говорить Вот, поэтому Короче, говорят, суть в том, что Здесь очень классно сделано, если ты перейдешь на artlebedev.ru И обновишь страничку Я перешел, да, там ходит, ходит Ходит, ты скроль, скроль, увидишь текст А потом он быстренько сменится на китайский И тебя прям взбесит это А он у меня сейчас китайский И меняется обратно уже Ну, короче А, нет, вот поменялось назад Поменялось, да И это имеется в виду, что вот, чуваки Вот бесит вас, когда табло Ну, или информационный монитор в нашем случае Меняется на другой язык И вот ты не успеваешь прочитать свою Свою текстовку, так сказать Своего языка Особенно русского Особенно в Шереметьево В русском аэропорте Аэропорту Я, кстати, недавно узнал, что Все-таки аэропорту, по-моему, правильно Ну, так вот, короче Тут еще, кстати говоря К правильности произношения Здесь везде Шереметьево В Шереметьеве Оказывается, правильно говорить Где в Шереметьеве Я охренел Ну, допустим Может быть, это какой-то Степ один большой Я, опять же, не знаю Ну, в Сачах тогда просто Ну, в Сачах Ну, в Сачах мне нравится Короче, тем не менее Бесит то Что Табло, в принципе Может переключаться И с этого начался Начался вот именно Я не знаю Видимо, дизайн весь начался Всего вот этого Информационного Таула Шереметьево От студии Лебедева Короче говоря Возможно, начался Ну, все, ладно Последнее Да Они придумали, что Значит так Мы Если раз русский аэропорт Будем Русское всегда оставлять То есть русский язык Будет всегда Надписи будут на русском Всегда Дефолтно Быть на мониторе Меняться будут Да Меняться будут только китайский И, соответственно, английский Они будут переключаться И из-за этого Смотри, что будет Во-первых, русским всегда будет классно Те, кто знают русский Я имею в виду Не русским классно Русским и так всегда классно Те, кто знают русский язык Им будет всегда классно Потому что они будут видеть Соответственно А тем чувакам Которые знают китайский Или английский Им в два раза быстрее будет То есть, раньше все менялось, представляешь, три языка менялись, ну, с интервалом, условно, 15 секунд, да? Слушай, легко представляю, я прям видел это, я помню, да Вот, а теперь, короче, тем чувакам не надо будет ждать 2 по 15, надо будет только 1 по 15 ждать А русским вообще не надо будет ничего ждать Да, и, соответственно, кроме этого, смотрим дальше, ты скролируй, скролируй И еще очень было прикольно переделать то, что вот на обычных табло, знаешь, короче, часто, я не знаю, как это вот правильно, как это по-русски, но, типа, совмещенные рейсы, то есть, рейс один и тот же, как я понимаю, но регистрация с разных, видимо, как-то, с разных авиакомпаний, видимо Ты как на уроке английского, ты своими словами сначала скажи, я потом придумаю, что ты хочешь сказать Слушай, я пока понять же не могу Да, у разных авиакомпаний продаются на один и тот же рейс билеты, соответственно, специально на табло написано, короче, вот, если проскроешь, там синенькое такое табло, типа, дефолтное Вижу, Тель-Авив Да, и там Тель-Авив, и, короче, 4 Тель-Авива подряд, одинаковых абсолютно, 140-145 рейс, регистрация открыта, и мы видим, что их 4 строчки одинаково нахрен рейса, хотя это просто разные авиакомпании Это тупо занимает место, и людей сбивает, и они начинают путаться, и начинают искать, короче Так, как же выйти из этого положения? Студия Лебедева вышла из этого положения, они вот красивенько, вот чуть ниже сделали просто надпись Тель-Авив, соответственно, на китайском И под ним снизу оранжевенький СС-4, я вижу, да СС-4 написано, да, все Я не знаю, что будет, если их будет 7, ну, видимо, в 2 строки Я думаю, 4 это и то рекорд, только в Тель-Авив, потому что только они умудряются 4 раза одни и те же билеты продавать просто Ну да, одним и тем же людям Короче говоря, это тоже очень классно и компактно уместили Ты если посмотришь общую, кстати, я очень важную штуку не взял, вверх теперь поднимись Если ты общую хренованную, вот ты увидишь сейчас сразу, что везде, хреновая, что здесь везде, под каждым городом написано на оранжевом, я буду это так называть, написано на оранжевом, значит, рейсе Точнее, авиакомпании Кстати, кроме этого, еще гениальный выход из положения, гениальный, это здесь или чуть ниже? Группировка по часам мне нравится Группировка по часам Группировка по часам Шесть мониторов в Шереметьеве И, между прочим, все это сгруппировано очень грамотно по часам И человек, который спешит, особенно русский человек, который спешит То есть тупой человек, я так понимаю Нет, он, во-первых, видит сразу на русском надписи, ему все устраивает Во-вторых, он находит свой час, какие-нибудь 23.00 И находит там спокойно свой Тель-Авив, тот самый, который он купил 4 раза подряд И летит То есть все классно Тут тоже есть скриншоты, как они все делали, красивенько Как взгляд будешь переводить Тут даже вот есть именно мой кейс 23.00 Челябинск, между прочим, Челябинск По типу Почему именно твой кейс? Ну, кейс про 23.00, но про Челябинск конкретно, это вообще наш с тобой кейс А, точно Челябинск Я почему-то даже, ну, в натуре Мы же тему обозреваем Нам и сделали про Челябинск Ну, да, нам специально сделали Ну, вот Ты именно находишься, да, на этой фотографии? Я на ней прямо сейчас, да Красавец Дальше смотри, ну, показаны, что акценты все Как обычно, гордость Ну, не знаю, что нравится еще Вот в правая колонка, там, где регистрация и так далее Там, вот если отменен или задержан Там легкий градиентик такой Либо красный, либо желтый Да, и оранжевый, и красненьким, точнее, подсвеченным Это, знаешь, такое чувство, хочется это как квест закрыть сразу Ну, нажать на него, как прочитать Хочется пойти просто кому-нибудь въебать на стойке Кто отменил этот рейс Согласен И чтобы убрали этот восклицательный знак И запустили обратно, я понял Да, потому что он реально бесит Акценты, да Гордятся лебедичи, что, блин, сделали классный акцент Издалека все видно Даже если у тебя такое же плохое зрение, как, например, у меня У тебя все расплывается, но, тем не менее, издалека ты видишь, что там какой-то Санкт-Петербург 20.00, например Далее, кроме этого, здесь очень классные гифки, мне нравится Это же гифка, да? Видишь, да, гифку, где люди перемещаются Возможно, видос Сейчас, мы же с тобой гений Веб-гений Ну, мы гений, согласен F12, нажми, давай-ка Ну-ка Это видео, это HTML-видео Все раскрыто Сейчас посмотрим В MP4 формате Так что, никаких гифок Никаких гифок, нахрен они не нужны Хотя, если бы это был Tumblr, Лебедич, была бы гифка Естественно, да Смотри, классно все видно Действительно, издалека можно подойти, посмотреть все по часам Смотрим ниже, еще очень классная находка Ну, я считаю это находкой Сделать мониторы Там же есть вот эти мониторы захода на гейт Да, я понял С картинками городов, да С картинками городов, да Издалека видно, что это Лиссабон Хотя я бы ни в жизни не угадал, что это Лиссабон Но допустим Если бы ты туда летел, я думаю, хоть как-то был бы в курсе Если только ты не упарываться бы туда летел Лиссабон, это Португалия Возможно, ты туда транзит, там, в Америку Нет, возможно, я только знаю, как мячик выглядит круглый Если я в Лиссабон То есть ты понимаешь, да? Да Соответственно, там классно цвет подобран То есть если это синенький цвет Кстати, я вот... Нет, синенький цвет это ничего не значит Это просто градиентик такой специальный Чтобы там написать Во-первых, такой лейблик Оранжевенький, что идет посадочка Причем с человечком Там будут разные человечки Которые там посадка, хренатка, взлет К кабанчикам, да Потом, короче, написано что-то Ну, сколько по времени полет И так далее, и так далее Все вот это написано красивенько Ты если дальше проскролируешь, опять же Ты увидишь, что, допустим, посадка завершается Человечек бежит То есть он в Венецию бежит, например Видишь? Да, конечно Прям вот Видно, что надо поторопиться Что вот не вальяжно с дипломатиком в Вильнюс Конечно А там в Вильнюсе все вальяжно происходит Я так понимаю Или, подожди, Вильнюс это Эстония или нет? Нет, Эстония это Таллинн Вильнюс это Литва Анталия есть Вот это я знаю, да Это для России Короче, смотри дальше Берлин, твой кейс Там Берлин, мои кейсы, да, вижу Да, и там нормально Бранденбургер Тор Там Бранденбургские ворота Узнаю их из тысячи Узнаешь? Конечно Ну раз узнаешь, все хорошо Это гифка точно Вот эту гифку сделали Скорее всего Подожди Там чувак просто смешно смотрит туда-сюда Там как бы бизнес-класс заходит Скайприорити Хотя нет Это как обычно Все заходят через одну и ту же хреновину Через одну дырку, да Хотя там шубья Это не гифка Это тоже видео, к сожалению Ну естественно это видео, да И мы видим дальше, что пиктограммы все описаны Что вот например Чувак стоит с ожидания посадки На часики смотрит Чувак с чемоданчиком Чувак бежит Самолетик летит И часики задержан Соответственно Что еще? Можно сказать Ну просто классно сделано Достаточно современно Достаточно Так европейские Я не знаю Черный с оранжевым Очень контрастные цвета Мне все нравится В целом Мне все нравится Как твое ощущение? Слушай Вот Блин везде так Вот это надо запускать На уровне федеральных проектов Уже Вот не разово Это тестировать На примере какого-то Одного аэропорта Хотя теперь я еще больше Хочу летать только через Черемидио Хотя я и так Последний все разы Только через него и летал Но тем не менее То есть это блин Вот я смотрю И такое ощущение Что так всегда и было Так и должно быть И вот Это один из тех случаев Которые вот Знаешь Смотришь на бутылку какую-нибудь И садишься на нее А она прям вот в руке Лежит вот так Как и должна То есть вот все изгибы Уже там У кока-коловской Какой-нибудь бутылки Так сделаны идеально Что ты вот Ну не понимаешь Как вот может быть Бутылка другая То есть вот например Бутылки с Миллиарды американцев Уже подержали эту бутылку Это уже этот экспириенс Конечно То есть вот я сейчас смотрю На бутылку оливкового масла Она какая-то несуразная Итальяшки не умеют придумывать Она квадратная Как-то ты ее Даже ну Удобно не возьмешь Ну видимо Чтоб не пил А вот те бутылки Которые с Кока-колой С С С С С С С С Вы поймите Нас 22-го Мы не можем Разговаривать Это сейчас Будут срать Теперь в комментариях Вот что вы жалуетесь Пусть срать Мы на них ссать будем Правильно Правильно Это хорошая позиция Так вот Вот этот дизайн Аэропорта Аэропорта Нового Он как бутылка Близок к гениальности Просто и все Причем там Везде на этих карточках 1 июля То есть это Буквально совсем недавно Он выложил Да это свежачок И вот все Знаешь Любят говорить Вот что вы там Опять своего лебедева Любимого там Везде суете Ну блин Ну если он реально Сейчас вот Вот прям круто Я не говорю про булочную Про булочную Мы его разъебали Прям потому что Ну как бы Ну реально Это зашквар какой-то был Хотя опять же Возможно просто Пиар-ход умный А здесь Блин Просто тупо круто И все Ну не подкопаться Вот ну Ну ты знаешь Типа Вот это же серьезная вещь То есть булочная Там еще туда-сюда От жизни Не зависят людей От логотипа булочной Согласись Но конкретно Вот Аэропорт Это все-таки Уже серьезная вещь И здесь Видно что подход Серьезный Концептуальный Классный Системный Я бы даже сказал подход Особенно если вспомнить Что булочная Это был экспресс дизайн За сотку Вот есть сотка Есть двух соток Я боюсь спросить За сколько это Только уже миллионов Скорее всего Потому что Как бы Ну Реально Тут интересно Кстати если включить Процесс Вкладку Ну Как обычно Так сказать У Лебедева Есть описание Есть процесс Практически как ожидание И реальность Так вот В процессе Видно Какие раньше были И ну вот Уже смотришь И уже такое ощущение Что смотришь На часы Фирмы Монтана Вроде Вроде как прикольные Винтажные Но уже вот Отжили свое Отжили свое Единственный плюс Который я вижу У старых Это то что Авиакомпании Явно видны Потому что там Их логотипы указаны Ну Вот слушай Я сейчас посмотрел И это упущение На мой взгляд Ну слушай Нет Ну реально Ну надо Чуть-чуть Ложку дегтя Подложить Я вот Ну привык Если там Раньше я Сибири Улетал Я зелененькое Везде пятно искал А потом там Аэрофлотом Синенькое пятно Не дай бог Какими-нибудь Арабскими Авиалиниями Красное Водопитно Или Air Berlin Тоже красное Или уже мы в Америке Дельтой Тоже красное Ну сейчас Видишь по часам И ты как бы Тебе уже похрен Красное Синяя Ну да Тем более там Желтым Считай все три рейса Записаны в одну строчку Ну да Ты там вообще не поймешь Ни хрена Что там Вот Ну Ну слушай Тем не менее Вот Да Причем здесь на самом деле Они во много этапов Это делали Дерьмо Слушай Я сейчас знаешь Что испугался Представляешь Если реально люди Все как ты Думают про Авиакомпанию И тогда они охренеют Они короче Будут искать Найдут свой рейс И будут супер сомневаться А Кэл И ССУ Это вот Мой Аэрофлот Или может быть Это не я лечу Представляешь Сейчас и так Тогда это Весь дизайн Говно Слушай Я думаю У них Сурсы остались Если что Они там будут Как-то Корректировать В процессе Я причем Смотрю Промежуточные Варианти В процессе Говно Конечный вариант Лучше Чем многие Промежуточные Чем большинство Я бы даже сказал Промежуточные Промежуточные варианты Выглядят Как мониторы На биржах На которых Все что-то меняется Но понятно Только тому Кто это сделал Понятно Только тем Кто орет громко И продает Покупает И Леонардо Ди Каприо Ему последнему Да понятно И даже вот Кстати Извини Мы долго На этом задерживаемся Но я не могу Не задержаться Хотя всего 18 минут Что долго что ли В процессе Я не знаю Как тебе сказать Докуда доскроллить Примерно На 35% Скроллинг Так Там есть Стокгольм 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 Лондон 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 Так нашел И там Все еще Старые Схематичные Иконки И там Как любят лебедя Все еще Схематичные Не похожи на людей А именно Просто палка-палка Огуречек И говно Уже Мне теперь больше нравится Как он Теперь тебе нравится Когда детально Практически Тут какой-то колхоз Прям Палка-палка Огуречек Такое ощущение Что какой-то Студент-первокурсник Художественного Рисовал И даже студент-первокурсник Мне кажется Так бы и не нарисовал Это прям в училище Еще Тот кто поступил Еще и с тройками Из техноя Которые пакетом махают Вот да Именно махают Вот эти пацаны Потому что русский Он тоже плохо сдал Раз он махает Шереметия Вот Мне тут Один из промежуточных Нравится там Где Абстракция была Вот на Архангельске Какие-то пузыри Там Эритроциты Ну я не уверен Что это юзабельно Ну да Это не очень Отражает Архангельск То есть Вот Нет чтобы льды Не ну окей Ну в Стокгольме Чего это за хреново Арбуз просто Ну в Стокгольме Зеленое с желтым Что Кого То есть Ну да Картинки с достопримечательностями Конечно Более репрезентативны Ладно Долго мы на этом сидим Хотя я бы на этом еще посидел В отличие от бутылки От масла Неудобные бутылки Квадратные Вот да Потому что конечно Работа была проделана И она классная Особенно конечно Вот Мне самое понравилось Робкая задача Когда я вот сейчас Открыл заново Описание Не процессы Описание Задача Простить информационное табло И получить миллион долларов Вот да Это знаешь как задача Просто сделать хорошо И хоп И они реально Сделают хорошо В самый последний момент Там еще С сериалом Это по Дискавери Должны показывать Как они 35 минут Не могли сделать Ничего не получалось Они там Матерились Рвали на себе волос И хоп За последние 5 минут Они в закат Успевают все сделать И там они уже сомневаются Один говорит Не так надо Второй говорит Так Не так Они ссорятся Потом тот говорит Да так Они приходят Да И потом Когда они все таки В закат въезжают И все хорошо Они обнимаются Радуются Уходят пить Бадлайт Просто какой-нибудь Вот Смотрите Бейсбол Я считаю До Артемия Должны донести Наш обзор На его Вот Творение Потому что Он скажет Тупое говно Тупого говна Он скажет Блинская хуйня Как обычно Просто не все Как он любит Говорить В последние разы Так Переходим дальше У нас Это был Так скажем Дизайн И сейчас у нас Пошел Немножечко Вью-Экс Хотя тут тоже Было Вью-Экс Это как Вью-Джиэс Только Вью-Экс Да Вью-Точка-Экс Короче Нам какая-то Дилемма Акинер Акисик Ну Дама какая-то Я не знаю Какого она Какой она Национальности Обычная Вроде Какая-то Полу-румынская Полу-не пойми Какая Пишет Это Мы говорит Тут Задолбались С формами Которые Знаешь Вы пользовались Нашим проектом Продуктом Уже Месяц Пожалуйста Потратьте 30 минут На нашу Короткую форму Что-то у меня Там происходит На улице Я гляжу И вслед Ай Ничего Просто Вот На полном Серьезе В час ночи Ездят С музыкой На полную Ладно Нормально И Вот эти Знаешь Которые От 1 до 10 Выставите Насколько Вы удовлетворены Нашим продуктом Да Нет Очень 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 Ну и вот Эта градация Ты понимаешь Ты хоть видел Хоть один такой Близзард Такое часто присылал Когда подписку На Вовку Отменяешь Не дай бог Они потом присылают А почему Не дай бог Конечно Таким заниматься И от 0 до 10 Посветуете ли Вы возобновить Подписку Себе Своим Близким Друзьям Маме Бабушке Да И там Такой Доточный Такой Общий Оброс Обычно Знаешь Пытаются Преувеличить Типа Ну потратите 30 минут На самом деле Ты тратишь 5 И успокаиваешь Нет Здесь говорят Потратишь 30 минут Тратишь 2 часа И все равно У них Не лучше Мне кажется От этой аналитики От того Что ты реально Это все прошел Вот говорит У нас такое Есть в компании И мы хотели Как-то это улучшить Ну она здесь Рассказывает Предысторию Что они Хакатон провели 7 недельный Вот в рамках Этого хакатона Они сделали Классно Нам насрать Что они там В рамках чего Сделали Нам важно то Что они В итоге сделали Реально крутую штуку То есть это Для нас Как для UX дизайнеров Опять же Задача Сделать Не Уродливую Не скучную форму И заставить Как можно Большее количество Людей Ее проходить Потому что Так ее проходят Только два Педантичных чувака Из всего мира Которые как Шелдон Купер Просто хотят Дойти Знаешь у меня Жена один раз В супермаркете В Леруа Мерлен Она прошла опрос Типа Помогите нам Повысить качество Оказываемого дерьма Вот там Такие же формы С точечками От нуля до десяти Как вы удовлетворены Только ради того Чтобы дойти До последней формы С комментарием И там написать Сделайте нормальную Дорожную развязку К вам Хрен завернешь Налево Ну это знаешь Типа Короче Отменил подписку На ВОВ Просто чтобы Пройти опрос Знаешь вот такое Или короче Тоже проходил Я тоже проходил В Кастораме только Такую хреновину И короче Ты даже пандус Для инвалидов По длине Сделайте Просто ну съезжать Неудобно Чуть-чуть Мне дали салфеточку А Слушай Слушай Да Это понимаешь Вот тут хотя бы Реальная выгода А жена Просто хотела Оставить этот отзыв Хотя он все равно Скорее всего Как в клинике Они печатаются На бумажке И сразу Хоп Шреддер Вот так все Но тем не менее Смешно Так вот у них Тоже есть такая форма И она говорит Мы в рамках Хакатона Ее улучшили Если Как бы коротко На пятую неделю Им пришли гениальные идеи Пять недель бухали Видимо На пятую неделю Вынашивали пять недель И родили Вот да Первое Мы говорит Придумали Сделать не Десять радиобаттонов В ряд А ты помнишь Да Как это обычно Выглядел Реально Десять радиобаттонов Это отвратительно Вот здесь Они слайдеры делают И внутри слайдера Есть Ну там От пяти до десяти позиций Сколько надо И можно либо Этот слайдер двигать С прикольными анимациями А мы Ну это сразу инстаграм Это сразу инстаграм Сторисы И такая хреновина Где можно отмечать Причем они ведь Сторисы-то недавно Совсем вышли То есть вот Именно вот этот Кусочек сторисов Вышел где-то месяц назад Может быть два То есть два обновления назад И опять же Почему в курсе Потому что у меня Жена Она очень редко Обновляет приложение Ей тупо лень И у нее тупо Нету места Никогда на телефоне Чтобы обнову Все накатить И она мне показывает Типа Санек А как мне Вот в сторисах Вот эту Слайдер вводить Я такой В смысле как Ну ведешь и все И у нее настолько Старая версия Что у нее слайдер Показывается просто Как картинка То есть у других То уже обновлен Инстаграм Она это видит Как картинка А провести нельзя То есть ты Ну Оно не кликабельно Потому что ее клиент Еще это не распознает Как дерьмо Кстати прикольно Что есть у них Фоллбек Что это просто Как картинка Показывается Деградейшн сделан Так сказать Вот да Полный Грейсфул деградейшн Ну в общем вот И это реально там Буквально два релиза назад Они такое ввели Да То есть это как Инстаграм сторис Но здесь еще у них Видишь Супер анимация И мы же в нашем подкасте Часто говорили о том Что если будет Прикольная анимация То это сразу Вовлечение увеличивает Всем нравится играться С прикольными анимациями Потому что Потому что это прикольно Опять же Простите за тавтологию Это как в Хардстоуне Ты когда ждешь Пока игрок ходит Ты можешь потыкать На домики Там на всякое говно Вокруг И оно там Или что-нибудь там Ну это по нервничам По нервничам Вообще хорошо помогает Тут знаешь Часто по нервничам Ставить то десятку То единичку Чтобы разные анимации Использовать Ну чтобы тебя хотя бы Не мучило То что ты на 10 10 слайдеров Крутишь Они хотя бы прикольно дрыгаются И ты такой Хе-хе-хе Хе-хе Ну да Как кукла-трясунчик Который Боблхед Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл Ты по башке его дрыгаешь Он такой Бл-бл-бл-бл-бл-бл Как бульдог Вот здесь то же самое Ну как гаек Бульдог Естественно Да То есть толстый просто Так вот Здесь еще Точки есть То есть можно не только Двигать слайдер А непосредственно Жать Ну на каждую позицию Конкретную То есть Ну ты понял меня Ты кеш на четвертую точку Он хоть на четвертую встает То есть Не то что ты Как бы Можешь ручкой вести А просто Вот фиксированно нажимать Классненько Чтобы тебе по Шелдону Куперу Идеально вставало Это для тех у кого Выдержка Кто вот У кого Шелдон Куперизм Да Полный Шелдон Куперизм Головного мозга Второй шаг Это Добавить Эмадзи Инстаграм Сторисы напоминаю Полные То есть В зависимости от того Как далеко ты направо ведешь Тем более веселый Эмадзи становится Видишь да То есть От самого плачущего До Того Который с глазами С сердечками Ну Блин Вот Казалось бы да Насколько это Достаточно очевидно Становится Когда это делают Тут как с табло Лебедевскими Пока не сделали Кажется что Ну Вроде норм А как только Вот они это Вот ввели Кажется что Блин Так надо было С самого начала Так делать Потому что прикольно По крайней мере Вот у меня Именно такое ощущение Остает Так Ну в принципе да Еще что Кроме того что они Просто все из сторисов Слезали Есть какие-то еще Нововведения На самом деле нет Здесь дальше сторисы идет Знаешь в сторисах Есть опрос Да нет Ну там прям есть Ну конечно Там две кнопки Красная и зеленая И процентики Потом у тебя Да Потом процентики Вот тут тоже Они сделали Что там где есть Чекбокс Можно чекбоксом отвечать Можно сделать Yes no toggle И это прям Мяу Это сразу красиво И хочется нажать Потому что ты как в телефоне Какие-то настройки Выбираешь Чекбокс Это скучно Не модно Не современно А отвечать на Yes no question Тогглом Это прям Единственное что Знаешь что Единственное что Может быть так Что чувак Либо забудет Либо не знает Либо тупой Либо специально Просто возьмет И все на ноу Оставит У тебя же по дефолту Ноу скорее всего Включено Ну и что И чувак пропустит Некоторые вопросы На которые ты бы Хотел получить ответ То есть Знаешь Было бы прикольно Чтобы у этого Тумблерочка Было свойство Как бы он ноу Но если он ни разу Не был выбран То при сабмите Сказать Чувак Ты как бы ни разу Не включал Ну хотя это наверное С другой стороны Если тебе надо будет Ноу выбрать Ему надо будет Два раза кликнуть Сначала она ест Это тогда взбесит чувака Да Ну я не знаю Ну или просто сказать Чувак Ты как бы ты уверен Что там везде ноу У тебя блок ноу Ну слушай Это Если пытаться Ну за каждого Так сказать Уследить Что он неправильно Каждому жопу вытереть Да Не ну тебе же надо Знаешь Я скажу Тебе же надо Чтобы были У тебя Собраны Да Но тебе так же надо Чтобы он не наблевал Он вдруг Он и так У него уже везде ноу Он недоволен И ты ему хоп Еще всплывающее Вот точно ноу А ты у меня что Везде ноу Представь Выкидывает Ноутбук В эту Форточку И все Поэтому Это и было Проспро ноутбук Вот Ну короче говоря Плюс Это вот Вот эти три Столпа Это вот они Прям сильно На этом хакатоне Сделали То есть Слайдер Который Двигается С анимациями И между Градациями От нуля до десяти Второй Это Модз Слайдер И третий Это Есть Ноу Квестион С помощью Тогглов Вот эти Три Столпа Они прям Кардинально Крутых Сделали А за Оставшиеся Две Недели Они доработали Все остальные Всякие Инпуты Чтобы они Тоже были Красивые В стиль И ня-ня-ня И ми-ми-ми Так вот Кроме Этого Они пошли Дальше По филу Шиллера И решили Что На некоторые Вопросы Отдельный Этап Форума Это просто Вам понравилось И вот От нуля до пяти Модз Тут уже Прям сложно Будет пропустить Когда ты видишь Пять подряд Там пять Неважных вопросов Типа там Как вам Левое меню Как вам Прощальное Говно Какое-нибудь Как вам Сам процесс Заказа Как вам Отношения Менеджеров По телефону И пятое Как вам Доставка Они все Равнозначно Неважны В общем-то А потом Следующим шагом У тебя только Один здоровый А как вам Вообще Оверол Экспириенс Что называется Как в общем-то Как сами И тут уже Прям вот Сложно будет Не ответить Тут уже Он сразу Растает Поставит Глазки Сердечки И в общем-то Ты будешь Доволен Что ты его Еще и Сконвертировал Так сказать В вернувшегося Чувака Что он такой Блин Да правда Может быть Меня там Нахамили Тут Но в общем В целом Классно То есть коллектив У нас хороший Правда люди Все говно Вот тут Как бы Зато в целом Все классно Я опять приду В Леруа Мерлин Вот такой Непрямой И буду ехать На беспонтовых Вот этих дорогах Конечно Ленинского Вот да Плюс здесь Также у них Показано Что есть такие Есть ноу-квестены Которые тоже Прям важны Типа Вы подпишитесь На нашу рассылку Здесь вот Это не в конце Одной большой формы Делают А прям отдельным вопросом Выделяют Чтобы уже прям Накапать на мозги И потом Если новый Точно новый Опять же Минус клиент Ну в общем Как-то так получилось Я хочу вот у тебя Узнать Они кстати Это еще и Ну то есть Предлагают как проект Jotform cards Какой-то То есть Так-то это коммерческое дерьмо Я просто откинул Вообще все это Я по Микеланджело Отсек все ненужное Оставил только гениальность То есть то что они Придумали Такие прикольные штуки Вот А то что они там Нам это продают Мне насрать У тебя есть вопрос Какой-то Давай Вопрос Что мы поняли сегодня Мы сегодня По соус парку Должны были многое понять Мы многое поняли Что дизайнеры Из инстаграм Были быстрее Чем Дилемм Акинер Акисик Это во-первых У них помощнее У них помощнее Видимо дизайнеры Поинтереснее Так сказать Идеи Придумывают Быстрее Вот Но в целом В целом Если отбросить Уже юмор Отсечь его Опять же По Микеланджело То Конечно Такие опросы Классно Делать Я думаю Что особенно Надо учитывать Аудиторию Если у тебя молодая Аудитория То скорее всего Просто видишь Если ты У тебя ЦА Так сказать За 50 То их скорее Взбесят Твои морды Вопросе Чем Вот эти цифры 1 и 10 Скучные Поэтому здесь тоже Надо учитывать Кому делаете опрос Да Это должны быть варианты Естественно Согласен Все В принципе Идем дальше Мифология дизайна Моя тема Абсолютно высосанная Из пальца Как я и сказал тебе До подкаста Но тем не менее Она красиво написана Но я так красиво Не расскажу Она красиво нарисована Еще по идее Она красиво нарисована Иллюстрации здесь Как бы не важны Они так Просто По фанчику Они Но они придают Они придают Некого такого Медиум шарма Предателя придают Да Они Такого знаешь Кипсерского шарма Какого-то придают Значит На медиуме статья Что The mythology Of design И сразу же вспоминается Age of mythology Естественная игра Это круто Это круто Короче Здесь сразу пишут Вот помните Тот самый Теплый вечер В Греции Так И как-то Короче Чувак Кинг Мидос Кинг Минос Точнее Не Мидос Который Управлял Спартой А Кинг Минос Царь Минос Управлял Вместе со своей женой Пасифеей Пасифоей Ну Они там Классно Греции управляли Все у них было круто Пока Посейдон Бог Море Как мы знаем Бог воды Такой говорит По фану Пошлю-ка я им Подарок Бог воды Ты бы еще Бог водного сказал Бог водного Послал Значит им Быка Послал быка И Король Минос Видимо Сява замнил Круче чем боги Он сява замнил На уровне С богами Бывает такое да Просто взял И отказался Отказался От подарка Этого быка За что Посейдон Наказал его И Так сказать Мысленно скрестил Ну А в жизни Это так и случилось А это было кстати в жизни Скрестил Вот этого быка Вместе с его Женой Пасифири С женой Короля Миноса После скрещивания Родился Тот самый Минотавр Который Которого Естественно Царь Минос Проклял И Сослал В тот самый Короче Лабиринт Лабириды Фавна знаменитые Да Минотавр Где Минотавр Всех естественно Куськал И Делал всякие Ну непотребные вещи Короче Изгонял Из этого Лабиринта Всех Пока Естественно Как мы помним По легендам Не пришел Геракл Геракл Тисей 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 Ему Ариадна Еще Нить Дала Чтобы он Нашел Выход Потом А Геракл Случайно Не Делал Он Он на крит Не ездил Вслед за Тисеем Геракл Другие Подвиги Делал Он Льва Рвал Пастину Льва Рвал На бутылку Очищал Авдеев Там Он Много Всякого Делал Тут Тисей Тисей Отличился С Минотавром В общем Короче Да Вы Поняли Вот Этот Миф Нам Показывает То Что Мы Буквально За пару Сек Практически Прониклись Вот Этим Временем Духом Древней Греции Вот Этим Всем В принципе Для нас Какая-то Даже Мораль Здесь Есть Ну Что-то Это Знаешь Вот Этот Миф Обогатил Нас Какими-то Эмоциями Знаниями И Короче В целом Передал Дух Эпохи Соответственно И здесь Везде Написано Что А дизайн Вот От Антали Дизайн Это Как Миф Он Нам Как бы Вроде Дизайн Это Ничего Но Дизайн Это Все То есть Дизайны Например Зданий Дизайны Не знаю Дизайн Мебели Дизайн Всего В том числе Дизайн Сайтов Он нам Передает Дух Какое-то Время Мы С тобой Часто Говорим По 90 Сделан Сайт Это Значит Что Нам Сразу Вспоминается С тобой Не только Смотря На этот Сайт Не только Какие-то Гифки Нелепые А еще Мы сразу С тобой Вспоминаем Как чуваки В цепурах С палец Сходили В малиновых Пиджаках Я прям Помню Сразу Абсолютно И Здесь Далее По тексту Далее По тексту Еще Я что-то Хотел Сказать Еще Была Какая-то Очень Интересная А Ну так Вот И Даже Одним Чуваком Крутым Видимо Видимо Чуваком Который Типа Я не знаю То ли он Дизайнер То ли он Хринайнер Короче он Написал Книгу Про Мифологию Типа И там У него Современные Мифологии Знаешь Как мемы Типа Современные Мифологии Типа Знаешь Там О Суицидах О Эпл Лого О Семье Кардашьян Ну вот Такие Знаешь Современная Мифология Типа Как мемы Практически И Это Все Тоже Как будто Знаешь Передает Нам Ту Самую Эпоху То есть Когда мы Говорим Про Эпл Лого Мы Вспоминаем Как Вообще Эпл Образовался Всю Историю Со Стивом Джобсом И так Далее И Соответственно Это Как будто Нам Такой Миф Ну Уже Современный Миф И Он Как будто Тоже Как дизайн То есть Вот Например Эпл Логотип Это По сути же Дизайн Элемент Дизайна Правильно И он Нам Вот Изменением Своим Рассказывает Некую Историю Как Развивался Эпл Мы вспомним Когда еще Была Очень детализованная Логотип Эплай Если вспомнить Какой Раньше он Был И какой Он Сейчас Минималистичный И все Вот это Короче В общем Дизайн Он как Миф Вот вся Вот эта Статья Вот все Об этом Сейчас Пытаюсь еще Из текста Вычленить Какие здесь Прикольные Были Какие-то Примеры Главное Вчленить Ничего не Пробишь Текст Это я уже Это я уже Делал Это я уже Делал Здесь что-то Было Про US Про US Это Хорошо А я Всегда Я Когда про US Я пытаюсь Читаться Сразу же Естественно Green Rectangles Какие-то Rent Pentagons Короче Насрать А Или Не А Нет Я вижу Про US As an example Let's take Example Простите Example Это не US Это England Is the capital Of Great Britain Про Знаки Милитарии А точно Да Типа Типа Что вообще Про знаки Шоссе Да И про знаки На форме Вот типа Что такого Казалось бы Знаки Типа Которые Во всем Мире Вот эти Вот Ну Допустим Синий Ромб Точнее Красный Ромб Синий Щит Да Это все Мы Узнаем Легко Именно На дороге Хотя Казалось бы То есть Типа Ничего Такого Здесь Но это Условное Обозначение Которое Во всем Мире По моему Мы знаем У них Мне кажется Вот у них Эти Федерального Значения Трассы В щите Обозначаются И только У них Вот этот Рут 66 Который И так Далее Не Рут 66 Я просто Мне кажется Что По моему Знаки Там Главной Дороги Знаки Ну нет Там у них Главной дороги Это нету Знаков По моему Я вот сейчас Не вспоминаю У них есть Стоп Знак Ну вот Главная Дорога Вот этот Желтый Знак По моему Нету Ну не суть Суть в том Что Короче Ну вот Они пишут Что Ты их Всегда Узнаешь Эти знаки Они На протяжении Всей истории US Как были Так и остались И Рут 66 И Здесь еще Есть пример Про US Military Rank То есть Обозначение Говорит Абсолютно Он еще Бедлит Что абсолютно Безвкусное Обозначение На солдатской Форме Званий Которое Абсолютно Ничего не значит Ну В смысле Для Так сказать Ну В общем смысле В абстрактном смысле Не значит ничего Да Эти вот лычки Которые там Типа Вот эти вот Треугольнички Ничего Ну просто Надпись Рисунок Ну так можно и про деньги сказать Тоже ничего не значащие бумажки Так вот Но на самом деле Под этими лычками Скрывается огромная история Огромная Ну какая-то зависимость Лычек от лычек И мы понимаем Что на самом деле Это градация Которая там Где-то она Супер дохрена важна Вот Хотя это просто Ну элемент дизайна Условно говоря Вот и все Вот и все Мне не хватило Фактических иллюстраций Не вот этого вот Красавцев Кентавров И Минотавров А вот лычек Фоток И так Предмет Да кого Тут хипсерская статья Абсолютно Да Причем она еще платная Считается на медиуме То есть вот Там снизу написано Что первые три За счет заведений Так сказать За счет медиума И это типа первая То есть это одна из платных статей Которые вот По медиумовской подписке И по-моему Ну такая она платная Что бесплатная Какая-то говно Хотя Ну она попала к нам В наш подкаст Вот Но как-то А мы случайно Это нам никто не предложил Это ты сам высасывал Вудоивал Я честно тебе так скажу Некоторые из темок Из патроновского чатик Это факт И там я Кстати Что в патроновский чатик Надо Чтобы попасть Надо на patreon.com Slash ewebdesign Да Пройти И занести бабло Вы поддерживаете нас там Несмотря на то Что вы можете подумать Что наш проект Находится в стагнации Это не так Вы просто не шарите На самом деле Вы просто Заносите нам денег И все будет классно Мы вас не разочаруем Никогда Никогда Конечно Вот И Да Там авторство То что нам в том чатике Предлагают Я естественно Просто не запоминаю Кто-то Хотя у нас там людей Не так много Всего-то Пара миллионов Ну либо Костян Либо Кирюха Киря Да То есть Два активных у нас Из двух миллионов Как собственно В нашей стране Два активных На два миллиона То есть Их и слышнее Больше всего Так что Это да Вот А одна кажется Была с отецкого Но я потерял авторство Я его просто уже Рэкетом занимаюсь Не рэкетом А Как это Забыл Рейдерский захват Это наша уже тема Ничего не знаю Кто предложил Что Это Просто Это наша тема И все Это наша тема Так что Так окей Дальше у нас Вуй Вуй Да Ну я Сейчас ждут Зубодробухи Если честно Ну на самом деле Статья довольно таки Обзорная Пьер Бовер Нам о ней говорит Статья называется VUGS The good, the bad and the ugly Практически как вестерн Известный The good, the bad and the ugly Который на русский Неправильный перевод Хороший, плохой, злой Здесь Если Так же переводить Агли как злой Хотя это ни хрена не злой Это вот хороший Так себе Беспонтовый Чувак Говорит о чем Пьер Бовер Что он с реакта Перешел на Вуй Причем два года назад Два года назад Вуй И не жалеет Он не жалеет Он не жалеет Но в общем И в целом Как бы он делится мнением Господи У меня iTunes Дрыгается Чтоб ты понимал Краткая предыстория Перед подкастом Что-то затупили Сервера Apple И я не мог к ним Подключиться Раза четыре пробовал И мне Apple Пидоры Заблокировали Учетку из-за этого И мне теперь пришлось Пароль сменить И вот у меня iTunes сейчас будет Подпрыгивать Периодически И говорит Чувак Веди мне новый пароль Я понимаю Что у тебя уже другой Но я не буду Это во время подкаста Делать Поэтому Если здесь будет прыгать iTunes Это у меня Чуваки Извините Так Vue.js Вот Он говорит Сначала Я даже до этого И jQuery пользовался Я в принципе Понимаю Вообще Как развивался Frontend Потом Маленечко знаю закон Да Потом был React Теперь Vue И несмотря на то Что Vue Мне нравится Он отвечает Моим потребностям Больше чем React В нем есть минусы То есть Вот Вот это Это LDR Сейчас была И 50 хлопочков В этой статье есть Потому что Она реально крутая Так вот The good Что хорошего В Vue Хорошего в Vue В том Что Вместо того Чтобы Как jQuery Занималась Менеджментом Дома То есть Сами штуки Перемещала Передвигала Смотрела Что куда О господи React Да и React Тоже И React И Vue.js Они фокусируются На data На информации И под эту информацию Уже реактивно Подстраивают Соответственно Компоненты Которые Забиндены Связаны С этой data Поэтому Здесь В другую сторону Работает Мы не напрямую Управляем HTML Как в jQuery Мы управляем Состоянием Приложения Данными Которые в нем есть А от этих данных Уже Через Большое количество Геттеров И сеттеров Простите У нас Меняется Простите за мой Француз Да У нас уже Меняется Непосредственно Контент на странице Так вот В view Уже есть ViewRouter Или ViewRouter И ViewX Они прям Ну они не входят в ядро Это отдельные пакеты Но по факту Они разрабатываются Вместе с view И они прям Неотъемлемая часть его В отличие от react Там у него Не было таких штук Изначально Есть сейчас MobX Или ReactRouter И соответственно Redux А здесь ViewX и ViewRouter Они прям вот Практически Неотъемлемая часть Из-за того, что просто ViewGS появился Позже Он учел уже опыт Так сказать Предыдущих Фреймворков И там уже все Сделали изначально Сразу под Под Ну здесь не паттерны А под нужды Сообщества Просто понимали уже Что должен быть Какой-то раутинг И должен быть Стор общий В котором Все состояние Мы Откладываем Как личинку Скорость Скорость ViewGS Действительно Быстрый Это Это классно HTML Templates Несмотря на то, что В React Обязательно JSX Использовать Во ViewGS Можно использовать Простые HTML шаблоны Как Handlebars 100 тысяч лет назад Или Pug Который раньше Jade Назывался И так далее То есть можно их Использовать JSX тоже поддерживается То есть это считается Здесь плюсом Потому что Ну Из покон веков Были HTML шаблоны Ничего там Такого нет Они нормальные Для мелких Каких-то штук И для Не очень Динамических Шаблонов Этого более чем Достаточно Вот Но повторюсь JSX View тоже поддерживает Поэтому В общем-то Одни сплошные Плюсы Другие Так сказать Плюсы Первое Это компоненты Которые можно В одном файле Хранить То есть сразу Будет И шаблон И скрипт И CSS Ну вот В таком порядке Не так как у него Здесь HTML CSS Хотя Можно переставлять Lightweight Легкий Всего 20 килобайт Занимает View.js И это действительно Не очень много Особенно По современным меркам Где каждая страница Три мегабайта Весит И не в последнюю очередь Из JavaScript А 20 килобайт Действительно Не много Очень расширяемый То есть большое количество Комьюнити Контента Миксины Плагины Там Всевозможные Надстройки View DevTools Для Chrome Даже для Safari Есть View DevTools Между прочим Что вообще редкость Это действительно круто Комьюнити Расширяется И насколько я помню Звездочек на GitHub В View.js Уже больше чем у React Правда Уже все оттуда уходят Потому что Сатья там теперь правит Перстом указывает Кому ставить звездочки Кому не ставить Так это он и наставил Скорее всего Да Он просто Ангажирован View.js Поэтому да Отличная документация На самом деле Ну тут написано Кроме некоторых Эксепшенов То есть Ну короче Кроме нескольких Возражений Но в общем-то Да У View.js Действительно Классная документация Она в едином стиле То есть View ViewRouter ViewX У них в едином стиле Абсолютная документация Она классная Кроме просто доков Там есть Handbook Или как там Cookbook называется Не шиб Не соврать Сейчас Google Так Памятки Которые для него Вообще нужны Поэтому подписывайтесь T.me Slash Webdesign Так вот View.js.org Есть Cookbook Да Его по-моему Сара Драстнер Написала Опять же Небезызвестная И Там классно То есть там Уже не просто Дока А там именно Use case Популярные И Какие-то Наработанные уже Комьюнити Практики В общем Комьюнити View.js Реально очень Живучая На самом деле Оно и реакция Живучая Но у View.js Оно какое-то Прям душевное Как вордпрессовская Комьюнити Простите меня За эту аналогию Но реально Я себе прям Захожу туда И хочется сказать Чуй Мы дома Потому что Там прям круто После Также здесь В качестве плюсов Написано Что его можно Прогрессивно Накатывать То есть Сначала Просто как Замену JQuery Использовать Там один Какой-нибудь Дивничек С Айдишником И внутри него Там что-то Менеджить В одном Этом компоненте А потом Хоп-хоп Расширять Уже Store Добавил Там и так далее И тому подобное То есть Никто Не заставляет Сразу Целое приложение На Vue.js И пилить И никак иначе Его можно даже С вордпрессом Интегрировать И только одну Корзину На Vue.js Сделать 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 И все И все И это Вполне Себе Будет Хороший Юскейс Поэтому Это да Ну и легко Начать Easy to get started Так О господи Комар страшный Такой летает Мне аж прям Не по себе Подкаст записывать Если сейчас Начну орать Там пропадать Внезапно То Запомните меня О молодым И веселым Да Внезапно Теперь Что касается Того Что ну Как бы Так себе Ему не нравится Что Компоненты Вот таким Костыльным Способом Объявляются То есть Через Объекты Export Default Через Дефолтные Джаваскриптовые Объекты С кучей Кудрявых Скобок Он считает Что это Не очень Readable Соглашусь С ним Но я Как любитель Кудрявых Скобок Потому что Еще Си Плюс Плюс Изучал Си И другие Олдскульные Языки Программирования Меня Не пугают Совсем Поэтому В общем Мне кажется Кудрявых Скобок Я не знаю Кто должен Бояться Питонщики Ну Питонщики Гоу Гоущики Просто Ну Как бы Это вообще В принципе Норма Типа Кудрявые Кудрявые Они прикольные Ну Вот Видишь Есть Есть люди Которым Прям Воротит Они Прям Смотрят Подступает Просто Уже И все Еще Его Он Недолюбливает То что Комьюнити Еще в Дискорде Сидит Основное То есть Реально Я тоже У них Был в Дискордном Чатике Мне там Даже Помогали В чем Минус Минус В том Что это Не индексируется То есть Одни и те же Вопросы Поднимается Вновь Каждый раз Новенький Заходит Как там Просто 2 плюс 2 И все Ему Вынуждены Заново Отвечать И уже На 15 Раз Естественно Не отвечают И говорят Просто Иди Нахрен И так Не ну Так Раньше Было Во всех Других Чатиках Типа Мирки Например Да Заходишь Тебя Все говорят Иди Нахрен Ну В отличие От стэк Оверфлоу Гитхаба Например Ну На стэк Оверфлоу Очевидно Тоже Помогает Но Просто Само Комьюнити Сам Костяк Он реально В дискорде Я там Был И видел Вот В отличие От стэк Оверфлоу Гитхаба Где Индексируется Все И ты можешь Просто Нагуглить И не задавать В 25 Раз Один и тот же Вопрос Просто Увидеть Что на него Обычно Отвечают И избежать Вот этого Шума Информационного Так Сказать Изображать И избежать Того Что тебя Назовут Не такой уж Он и волшебный Потому что Реактивность Работает Не всегда Ну то есть Если ты Например Заранее Не объявил Какие будут У компонента Дейта Какая возможно То та Которую ты добавил Новую Не объявив Предварительно Она не будет Реактивной Потому что Вью Не знал Что она будет И не слушает Ее То есть Там Есть определенные Моменты Это правда Отражено Опять же В доке То есть Это Об этом Знают Об этом Предупреждают Но просто Сам факт Того Что есть Вот такие Моментики Они как бы Не очень Потом Если вдруг Тебе нужны Наоборот Чтобы были Нереактивные Какие-то штуки То нету Такого Механизма Чтобы ты Прям в дейту Вписал Что А вот это Вот свойство Пожалуйста Пусть будет Нереактивно Нет Тебе приходится Навешивать Создание этого Свойства На Hook Created В Вьюшных Компонентах Опять же Как в Вордпрессе Есть ряд Hook'ов Которые Происходят Друг за Другом Сначала Создается Компонент Перед этим Он там Монтируется И так далее Вот когда В created Вешаешь Уже все Уже вся Реактивность Произошла Можно Добавлять Новые Свойства Они уже Реактивными Не будут То есть Это практически Постфактум Hook Постфактум Называется Такой Вот Это тоже Как бы Типа Костыль Но вот Да То есть Могли бы Изначально И получше Предусмотреть Вроде как Вьюшную Всю вот эту штуку Может быть В Вью 3.0 Это все будет Пересмотрено И так далее Тем более Что ну Такие статьи Особенно 6310 хлопочков Это достаточно много Они находят Какой-то Отклик В сердцах Людей Может быть Это реально Будет все Учтено Вот Ну Тут то же самое С транзишеном Что если Это какие-то Списки То лучше Их транзитить Не через Вью транзишн А через Транзишн Групп Потому что Это уже Массив Элементов И она работает Чуть-чуть По-другому И как бы Ну вот Тут Есть Есть моменты Которые нужно Учитывать Как просто Как вьюшную Специфику Никуда от этого Не деться Ну и здесь Можно Я даже могу Из своей практики Дальше продолжать Но не буду Хотя кстати То что я сказал По поводу Того что Реактивность Будет Работать Только если Заранее объявить Это и так Из моей практики Этого нет В этой статье Так вот Дальше The ugly Это то что Прям плохо Злой даже А в данном случае В нормальном переводе Уродливый То есть то что Прям бесит В Vue.js Если The me Это как бы Ну Это еще Можно терпеть Да Ну вот Как бы Можно А вот The ugly Это прям Вот что бесит Неочевидные Паттерны Архитектуры Ну то есть Например Вот есть у нас Какая-то Апишка Крутится На серваке Где нам Делать вызов В эту Апишку Непонятно То ли в самих Компонентах То ли во Vue.js В story Это делать А потом В компоненты Передавать То ли Где-то Как-то Вообще Отдельно От Вот Вьюшечки То есть Просто логику В отдельных Джесс Отдельно От компонентов Я имею ввиду В отдельных Джесс Файлах Хранить И их Импортить Уже И оттуда Эти методы Работы С Апишкой Я кстати Вот так Делал Хотя я И в компонентах Хранил Но это Реально Bad practice Потому что Чтобы Не дублировать Код В двух Компонентах Тебе надо будет Одну и ту же Апишку Дернуть Тебе придется Каждый раз И там И там Описывать Этот метод Лучше Это в какую-то Вот такую Отдельную Логическую Обертку Заложить В GS Файл Его импортить Уже И оттуда Это просто Использовать Это Просто Напрашивается Но в доках Это явным образом Не отражено К сожалению В доках Особенно иногда Вот с конфьюзиной Во Vuex Написано Надо это делать Ну то есть Это В общем-то Понятно То есть Vuex Он же общий Это общий Сторг для всех Компонентов И можно было бы Там Апишку Дергать Но просто С точки зрения Логики Дергать Апишку На уровне Модели Пусть даже Это модель Клиентского Приложения Это тупняк Потому что Это логика Это не Работа с данными Ну то есть Ну как бы Это опять же Это Это дискуссионный вопрос Кто-то Может читать по-другому Пишите в комментариях Что вы думаете Я храню в отдельных JS файлах Их импортирую И так далее То есть Как бы вот Как-то так Кстати Самое тупое Здесь он говорит О противоречиях Что на картинке Рисуете Что надо Во Vuex Это делать В видосе Где гайд Показываете Что это надо делать В каждом компоненте Вы говорят Вообще Определитесь Ну и тем более Что даже это И не И не там Надо делать По его мнению Так же как и по мне Надо это вообще В отдельную штуку Выделять Логическую Просто и все То есть Это даже не контроллер Это отдельная работа С опихой Просто Фух Запугался Запугался Все Запугал Запугал всех Своим Vue.js Запыхался Я хотел сказать В общем чувак Говорит о том Что Ну несмотря на все Что я уже сказал Два года я уже пользуюсь Vue.js И не жалею Он классный Все переходите На Vue Вот Я кстати Тут недавно Узнал момент Есть же React Native На котором Приложки Можно делать На телефоны И вышел Vue Native Типа что ты В синтаксисе Vue.js И делаешь Эти приложки Но под капотом У него все равно React Native Вот Такой бред То есть они вроде Сделали Свою балалайку С синтаксисом Vue Но вот Реальная Конвертацию В приложки Они все равно Сделали через React Native Казалось бы Вот балалайка Над балалайкой Смешно конечно Но вот Как-то так Да Кстати есть такая штука Как в UCLI Это Как вам сказать Короче говоря Это бойлер плейт Вьюшный В котором сразу Вебпак встроен С базовыми конфигами Чтобы собирать Это приложение Просто и конвертить Уже в Непосредственно В сборочный файл Который потом На веб сервер Заливать А вот В UCLI Я намеренно Не рассмотрел В этой статье Почему Потому что Это конечно Это реально Крутой Tools Инструмент И да Версия 3 Сейчас будет выходить Она еще Прям супер круче То есть там Можно весь проект Менеджить Просто из пары Конфигных файлов Вот А я почему Не сказал Потому что На самом деле Это просто Инструмент Для того Чтобы удобно Работать с Вьюшкой И он настолько Кастомизируемый Что у всех Будет своя В UCLI И это даже И хорошо То есть я про него Говорю Вот здесь постфактум Но это не часть Вью.js Это просто Тот момент Где ты удобно Менеджишь конфиг Для сборки Этого приложения Вот просто и все Как Никита Тебе? Водушевляюще Вообще? Достаточно Ну Звучит круто Но он конечно Как-то так Подобосрал Знаешь Как будто Все таки Я сижу Два года Конечно Но есть Хреновые моменты Причем достаточно Ну нормально Хреновых моментов Что Как будто Он не сильно Прославлял Вью.js Хотя видно Что чувак Ну Хлебнул Видно Что он тертый Так сказать Калач Натирал Там свой Калач На Вью.js Это да Он знаешь Он как тот чувак Который Любит жену Но бьет ее Иногда Вот он Любит Вью.js Но бьет Да Здесь примерно Как-то вот так Поэтому Окей Забавно В принципе да Переходим дальше Тут тоже Пролюбит И бьет Статья Такая знаешь Статья Новость Apple Завязывает С Intel Чипами Которые Именно Радио Чипы Так называемые Которые Ставятся Для Связи Для связи То есть Именно 5G чипы Которые будут А это Спойлер Оказывается Будут 5G чипы В 2020 году Да В 2020 году Те самые 5G чипы Которые Видимо Были До этого Заказаны У Intel Все Apple Дропает И Тут По новостям Видимо У Mediatek Они хотят Брать Чипы Теперь Или Короче У них Были суды С Qualcomm Это Стопудово И Из-за того Что Они Брали Раньше Чипы У Qualcomm Но Из-за того Что там Суды И говно Как обычно Им проще Было Отказаться От чипов И В том числе Они отказались От чипов У Intel Причем Intel Сразу Естественно По картонному Свернули Полностью Производство Потому что Больше никто У них Не будет Такие чипы Заказывать И свернули Производство И уволили Всех чуваков Сразу Которые Будут Делали 5G Чипы 2020 Года Понятно Что Прошлые Чипы Еще Изготавливаются Я так Понимаю Да Это все Наверняка Стратегические Какие-то планы Это какие-то Очень 2020 2022 То есть Ну их просто Уже Обговаривают Заранее Потому что Это только у нас В России Говорят что Нигде нет Никакого Планирования И не нужна Плановая экономика Там все Планируют За 5 лет Вперед Нахрен Просто Единственное Что Знаешь Я думаю Сами Intel Чипы В смысле Которые Процессорные А5 Это же Intel Уже A10X А5 Это ты вспомнил Прям 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 Но их Samsung делал Насколько я помню IRM На архитектуру У которых Потом Правда У меня-то А5 Поэтому я их вспомнил Ага Ну просто нет Начиная с какой-то А10X Как раз Это уже Apple Сами делают То есть Они хотят Автономными Видимо быть Уже скоро Полностью Ну слушай Может быть Они на Foxconn Заводах Штампуют Сами микросхемки То есть Это просто вопрос Именно Так скажем Чей бренд Напечатан Они уже Кстати Помнишь Foxconn Заводы И мы с тобой Я не помню Мы с тобой Смотрели Это по-моему В подкасте Очень давно Мне кажется В сороковом Подкасте Про то что На таких заводах Рабочую силу Именно китайцев Короче Используют Вообще Как рабов-рабов И они там В казармах спят Да Да Рассмотрели Мы даже фотки Смотрели Этих казарм И так далее Да Там же недавно Профсоюзы Теперь супер Китайцев вообще нельзя Бежать Они должны работать Только 8 часов И не одной минутой Позже И там супер серьезно Все стало И мне интересно Действительно ли Вот на этих Foxconn Заводах Все так переделали И теперь китайцы Действительно там Работают по 8 часов И соблюдается Это все И никто их розгами Не бьет И они не спят Среди крыс Мне просто интересно Кулстори Боб Вообще Если так Действительно Согласен Согласен Да Ну вот Такая новость Вспышка Про Apple Radio Chips Intel Идем дальше Идем дальше CSS Display Content Это конечно Тоже Мы про CSS Display Content Здесь говорили Примерно в тот же момент Когда было Про заводы Foxconn Вот Но дело это в другом Дело в том Что Сейчас мы просто Подведем Небольшой итог На блоге Beatsofco.de От Как раз От Почему Хотел сказать Как раз От чернокожей дамы Она авторка Почему как раз Не знаю Ты про китайцев Говорил Но мне Лично Все Они на одном Так сказать Это Извините Так вот Content Area Есть Есть Padding Area Есть Border Area Есть Margin Area У любого Объекта В В рендеринге В браузере Есть Так скажем Четыре области Контентная область Которая Внутри Пэддинга Потом Сама Пэддинговая область Потом Граница Бордер То есть Будь он Прозрачный Или какой-то Обрисованный Он есть И потом Margin Внешний Отступ Вот это Четыре момента Которые Есть И на самом деле Все мы помним Что есть Такое свойство Box Sizing В котором мы можем Определить Border Box Пэддинг Box И Content Box Если я правильно помню Margin Box Там по-моему Нету Не хочется Сейчас врать Я Гуглану Box Sizing Потому что Мы с тобой Оба знаем Что врать Как срать Продолжай Это что Не стоит Или Лучше Каждый день В одно и то же время Это легко Быстро Удобно Классно Приятно Ух ты Ты прям реклама Мне посрать Сразу захотелось Да Есть И Margin И Пэддинг И Border И Content Нет Подожди Или Margin Нету Нет Margin Нету Я был В самом начале Прав То есть Есть Content Box Border Box Пэддинг Box Неважно Мы еще Свощи не об этом Суть в том Что CSS Свойства Display Как вы помните Принимает Всякие Всякие Как говорит моя бабушка Всяких Однаких Их там Много Вот у него Всяких Однаких Много Значений Есть Box Inline Не box А блок Простите Блок Inline Inline Блок Grid Flex Table И Другой Table Cell И прочие Есть еще Какие-то Не буду врать Точно какие-то Ну вот Есть собственно Display Contents И В чем суть Суть в том Что когда мы Это делаем То мы Скрываем Есть Display None Еще Забыл Мы когда Display Contents Делаем Мы скрываем Все Что вокруг Content Area То есть мы Забываем Про все Пэддинги Про границы И про Марджины Если вдруг Мы хотим Чтобы Какой-то Блоковый Элемент Так скажем Себя вел Как Элемент Без Рамки Так сказать То есть без Самого Родительского Элемента Вел только Как внутренне Ну здесь На самом деле Есть примеры Я пытаюсь На пальцах Объяснить Как дебил А мог бы Просто показать Вам разметку Слушатели Просто представьте Зрители Внимание На экран Есть у нас Див С классом Outer Внешний Внутри него Просто строчка I'm some content И другой Див Класс Inner I'm some Inner content Если вдруг Мы накидываем На класс Outer На внешний Див Border Light Coral Легко Кораллового Цвета Плюс Background Light Pink То есть Background Внутренний Плюс Паринг 20 пикселей То есть Отступ Внутренний А на Inner Див Накидываем Желтый Цвет Просто Фоновый И Пейтинг Тоже Небольшой У нас Получается Вот такая Хреновина Две Рамочки Одна Желтая Вокруг Ни Розовая И еще Из Границы Как Только Мы Накидываем Display Contents На Внешний Контейнер Все Дерьмо Себя Ведет Так Как будто Б внешнего И не Существует Но Контент Внутри Него Есть Что Значит Внешнего Не Существует У него Аннулируются Все Бордеры Все Пейдинги И даже Фон Внутренний Даже Розовенько Да То есть Розовенькое Тоже Убирается И это Себя Ведет Так Как будто У нас В html Просто I'm Some Content Используй Просто Diff И все Но Это Надо Для Семантики То есть Допустим Есть У нас Какие-то Статеечки И мы Оборачиваем В Article Как Собственно И должны Но Вот Мы Не Хотим Чтобы Article Со Своим Блоковым Дисплеем Вмешивался В порядок Наших Вещей Мы Хотим Чтобы Все В рамках Гридов Было Так Сказать Стилизовано И Все Мы Делаем Display Contents И Уже Тот Родительский Элемент Который Еще Вокруг Этих Articles Передает Уже Свои Гриды Тому Че Внутри Articles Находится А не Articles Непосредственно То есть Мы Как бы Минуем Один Из Пластов Селекторов И Применяем Дерьмо Непосредственно Уже К Следующей Вложенности Мы Как бы Здесь Делаем Вассала Моего Вассала Своим Вассалом Вопреки Тому Как было Во время Феодальной Раздробленности Наоборот Что Вассал Моего Вассала Не мой Вассал Вот С помощью Display Contents Можно нагнуть Того Кого Нагибает Тот Кого Ты Нагибаешь Понял Как я завернул Как будто И не два Часа ночи Мне понравилось Хорошее Объяснение У нас Сегодня Такое Связано С древними Веками Отсылки Мифом Были мифы Сейчас Феодальная Раздробленность Это круто Это круто Согласен А когда палка Копалка Мы пропустили Вот эти моменты Это когда Обойку Обсуждать Вернемся В палеолит Просто Потому что Ну там Да Что касается Джаваскриптовых Ивентов Они Те которые Клик Они биндятся И нормально Работают Почему Потому что Клик Работает Если кликать На внутренности Элементы Не только на сам элемент Но и на то Что внутри него Поэтому клик Естественно Будет работать Вот Но Например Не будут работать Якоря То есть Если якорная ссылка Сделана на решеточку Какой нибудь Там Топ И мы сделали У Дива С айдишником Топ Дисплей Контенс Ничего не произойдет То есть Для него не будет существовать Такого дива С айдишником Топ Вот Псевдоэлементы Будут отображаться Потому что Они считаются Дочерним элементом И они будут Естественно Отображаться Потому что Весь контент Ну как бы Внутри Искомого элемента Он показывается Что касается Таких элементов Которые Вот Вроде как HTML А на самом деле Не HTML Ну например Имги Или Айфреймы Или видео Теги видео То есть Если им Сделать Дисплей Контенс Они пропадут Вовсе Как будто Им Дисплей None Сделали Потому что У них Кроме Вот этого Самого Как бы Контейнера Имга Там нет Внутри Никаких Других Тегов Поэтому Если Мы Сделаем Дисплей Контенс У него Нет Контенса Все Он просто Пропадет И все Ну это По понятным Так сказать Причинам Вот Что касается Элементов Форм Они Все Кроме Баттона Они Тоже Пропадут Потому что На самом Деле У них Нет Внутри Контента Ты Когда Пишешь Инпут Ты Внутри Инпута Не делаешь Больше Никаких Элементов А Внутри Баттона Делаешь Баттон Он Как Ссылка Ты Им Оборачиваешь Какой Нибудь Текст Если Ты У Баттона Дисплей Контенс Текст Остается И все Клики Которые Ты Накидываешь На Баттон Они Будут Работать Потому что Они Накидываются И на Текст В том Числе Такое же Поведение У Ссылок Если Ты У Ссылки Дисплей Контенс То Внутренности Ссылки Остаются И ведут Они Себя Кликабельно Но Стили Которые Ты На Ссылку Именно Навешиваешь Что касается Рамочек Цветов Бэкграунд Они Отменяются Не Совсем Понятно Зачем Это Делать Для Ссылок И Баттонов Для Инлайновых Элементов Это Бред Просто Не Применяя Стиля И все Как бы то Ни Было Это Такой Способ Тоже Знаешь Есть Такое Английское Слово Flatten Уплощить Сделать Плоским В Джаваскрипте Имеется В В Когда У тебя Есть Объект С вложенными Объектами Тебе Нужно Flatten Сделать Ты Вложенность Всю Убираешь И делаешь Что Это Все Только Свойства Одного Объекта Все Вложенные Поднимаешь На уровень На 2 На 3 Вверх Чтобы Это Как бы Был Одного Уровня Объект Не Двумерный Трехмерный Четырехмерный А одномерный Вот здесь То же Самое Тебе Надо Уплощить Верстку Чтобы У тебя Не куча Вложенных Дивов А ты На некоторых Накидывал Display Contents И у тебя Хоп Внутри Одного Дива Все Детки Твоих Деток Стали Твоими Детками Бред Бредовый Но я Надеюсь Что вы Поняли Мою Мысль Потому что Потому что Так оно Мать вашу И есть Display Contents Кстати Поддерживается Всего лишь В Firefox В Chrome В Safari То есть Как бы Немного Я Причем В Safari 11.1 Например У меня Какой У меня У меня Бета Винда Это у меня Кстати Винда Все Уже Поехал Пацан У меня Бета Винда На Маке И в ней Safari 12 Извращение Достаточно Сильное Там Тем более Поддерживается Хотя Таких Как я Три сотых Процента Всего в мире Ну Нормально Я люблю Быть уникальным В общем Все Короче Вот такая Статья Здесь нету Хлопочков К сожалению Так бы Я ей накинул Так бы Похлопал Накинул Ладно Дальше Идем Следующая Статья С Медиума Опять же У меня Сегодня Медиумные Статьи Абсолютно И Статья Про то Вообще Вот Какой Бывает Экспириенс У Загрузки У загрузок И здесь Чувак Пишет Говорит Вообще Ожидание Это Никогда Не круто Ожидание Реальность Реальность Покруче Потому что Ожидание Это Типа Бесит Тебя Что В жизни Что В интернете Особенно Что В каких-то Ну Цифровых Вещах Так сказать Загрузка Это всегда Беспонтово И Мы ничего не можем Сделать с теми Парнями Которые Которые Делают Нам Скорость Именно Вот Или Проблемы Со Скоростью Нам Делают Мы Ничего С ними Не Можем Сделать Но Мы Можем Типа Понять Вообще Из Чего Состоит Экспириенс Загрузки Говорит Давайте Просто Разделим Вот Какое Бывает Ожидание Типа Ожидание Бывает Когда Что-то Произойдет Типа Ожидание Бывает Короче Когда Типа Время Известно Ожидание Бывает Которое Ожидание Блокирует Пользователя Или Не блокирует И Ожидание Бывает Реальное Или Фейковое И Здесь Говорит Вот Давайте Поподробнее Немножко Углубимся Вот Например Ожидание Точнее Не что-то Произойдет Я Хрень Сказал Ожидание Именно Какой-то Части Приложения Или Полностью Всего Приложения Ну Или Сайта Всего И Вот Например Короче Ожидание Естественно Всего Приложения Или Всего Сайта У тебя Полностью Загрузка Представляешь Идет На Весь Сайт А Компонент Это Когда У тебя Один Компонент Только Грузится Один Компонент Одна Какая Нибудь Один Какой Нибудь Загружается Далее Ожидание Которое Типа Мы понимаем Сколько Будет Загрузка Идти Или Не Понимаем Вообще Ну Понимаем Это Когда Например Реально Идет Загрузка Какого Нибудь Ролика Мы Знаем Сколько Он Будет Загружаться А Например Мы Не Знаем Сколько Будет Загружаться Стриминговый Видос Который Будет Постоянно Загружаться Например Далее Ваша загрузка блокирует Все, допустим, блокирует Полностью Какую-то область С которой нельзя взаимодействовать Пока идет загрузка Или же оно, знаешь, аккуратненько В фоне как-то не блокирует А грузится Ну и, да, реальная или фейковая Реальная это действительно загрузка Ну, которую надо подождать, чуваки Пока сервак ответит Например, аватарку грузим на сервак И фейковая это специально Мы пользователю говорим, чувак, идет загрузка Чтобы у него в дальнейшем Ну, условно, это пример Пока действительно у нас все на сервак там Беспалево залетит Но мы фейкового все равно ждем Оно вроде бы как бы и так может залетать Но мы хотим, чтобы оно было классно И чтобы у него ничего не сбилось Чтобы сервак все ответил классно Мы ему фейковую делаем Загрузку Ну, соответственно, вот, говорит, 4 примера Говорит, просто разберем, какие бывают Вот, если их все соединить Все 4 Точнее, не 4 примера А эти 4 концепта, как бы Которые можно соединить вместе Вот, например Очень простой пример Splash Splash-экран Который блокирует полностью все приложение Мы знаем, сколько Оно будет длиться Загружаться И оно Блокирует все приложение Вот, например Application Determinate Блокинг Например Пример такого Которое не блокирует все приложение Но Тоже на весь Это как вот Ютубовская загрузка Оно как бы Загружает вроде бы Весь YouTube Точка ком Мы ждем, пока оно все загрузит Да А мы знаем, сколько Ну, точнее, пацаны из YouTube Знают, сколько это будет грузиться И не блокируют нам Ну, вот, короче Что еще? Какие еще интересные примеры? Ну, вот, например Интересный пример Про Application Indeterminate Non-blocking На На этом Короче В верхнем Вот этом Топ-баре Телефона Где, короче Есть такая загрузочка Небольшая Оно нам ничего не блокирует Но как бы Вроде бы Допустим, у нас устанавливается Приложение какое-нибудь Непонятно, сколько Это будет происходить Ну, или Не устанавливается Какие-нибудь обновления Скачиваются Хреново знаю Короче Вот такая хреновина Короче, вот вы видите То есть, примеры Действительно Классное разделение Вот на эти четыре понятия Ну, на Оно-то нам вообще Что помогает? Не беситься? То есть Или Как Проектировщикам приложений Разграничивать Разные ожидания И Понужно Показывать Пользователям Чтобы они не бесились Чтобы они оставались Ожидали И это ожидание Было для них прикольным Да Ожидание стало реальностью Нам это Чувакам Которые Проектировщики Да Помогают Именно разделять И власть А дальше Между прочим У чувака На вуе Уже там Он пытается Экспериментировать И как там Что делать Загрузки Действительно У Кусков Компонентов Я на этом Останавливаться Естественно Не буду В принципе Вот такая Статья Я вот пытаюсь Сейчас понять Ну хотя Да В общем-то Он Определяет Что мы ждем Проверяет это И показывает Да Ну круто Не ну я просто Ну Вьювейт Компонент Предлагает Причем Для того чтобы Даже не компонент А кусочек логики Хотя нет Компонент Плюс кусочек логики Да Это useful Вьюкомпонент Можно посмотреть То есть это Дерьмо Которое нам помогает В наш прил Разные виды ожиданий Встраивать Показывать И менеджить Их даже самим Чтобы не запутаться Где полностью блокировать Где-то в рамках Кнопулечки Только писать Что там Ожидаем Пока засабмитится Или что-то еще Пока там это ожидается Вы можете просто Скролить в общем-то И смотреть все остальное Это прикольно Это Это уже когда ты Прям вот Уже основные баги Пофиксены И ты уже Причёсывать Начинаешь свой прил Мы же UX дизайн А UX он вообще Про причесывание Он не про то Что у тебя на самом деле Там не работают Две базовые страницы Основные Там каталог И что-то еще И ты на себе Волосы рвешь Что ай-яй-яй Что делать Нет UX это про тот момент Когда уже Все хорошо У вас 15-й спринт В общем-то Еще на 10-м Вы сделали Так, чтобы работало И тут вы уже просто Лениво подрачиваете Чтобы у вас прям классно было У нас, короче, подкаст Про ленивое подрачивание Как, собственно, и любой Наш подкаст Просто Сегодня это почему-то Как-то сильно очевидно стало Вот Нам, кстати, писали Не забудьте про разработку После нашего прошлого подкаста Мы не забыли про нее Просто в прошлый раз Хотелось как-то Все новости охватить Которые за два месяца Хотел сказать За две недели произошли Которых нас не было Поэтому Мы ни в коем случае Не забываем Разработка Это наше все Вообще Кстати, об этом Следующая тема Ну-ка Где и когда И почему Использовать ECMAScript 6 Стрелочные функции Я, значит, до сих пор Помню, как Леха Из FrontEnd юности Когда у нас был Совместный подкаст Меня унижал Что вот Это вот у тебя Не стрелочные функции Это стрелки Просто Это вот разное Там Не хрен Ну, кстати Леха Если ты нас слушаешь Привет Ты классный Я до сих пор Тебя вспоминаю С теплом Твою бороду Твою вообще все Ладно, все Не будем Короче говоря Стрелочные функции Это хреновина Которую добавили В ECMAScript 6 И она Во-первых Делает все более Readable Она реально Она синтаксический Сахарок Добавляет Она прям эстетически Приятная Кроме этого У нее есть еще и Фичи прикольные Сейчас мы на этом скажем Ну, короче говоря Это Возможность Записывать анонимные функции Немножечко по-другому Более убористо Более классно Итак, с самого начала Есть функция Стандартная MacOScript 5 Ключевое слово Function Потом название В скобочках Параметры, если есть Потом кудрявые скобки И все Декларейшины Или стейтменты То есть Либо выражение Либо Не помню Как по-русски Нормально перевести Короче говоря Стейтмент Это то, что Какое-то действие Совершает А Декларейшин Это то, что Просто присваивает Или возвращает Как-то так Так вот Та же самая функция С помощью Arrow Function Мы просто делаем Var TimesTo Или там Let Или Const Не дай бог TimesTo Равно Params Стрелочная функция Params умножить на 2 Там, где мы делаем Равно Дальше идут параметры В данном случае Он один Поэтому его можно В круглые скобки Не заключать После кудрявой После стрелочки У нас идет Тело функции Если это тело Это возвращение Чего-то одного Ну как в данном случае Просто return Params Умножить на 2 Мы можем не писать Ключевое слово Return Мы можем не писать Кудрявые скобки Мы можем просто написать Params умножить на 2 То есть вот Такая краткая запись Первая Это параметры После этого Стрелочка И Чего мы возвращаем Это для базовых Функций Которые именно В функциональном Программировании Используются Куча Micro Pure functions Которые не меняют State приложения Которые только Есть входные данные И есть выходные данные Которые Ничего не изменяют Сами по себе То есть полный Immutable Везде Мы новое значение В новое место Куда-то пишем И все И потом вызываем Также Times To 4 8 То есть Это классическая функция Умножить на 2 Просто и все Чтобы вы понимали На слух Может быть сложно Воспринимается Но да Какие есть Варианты Стрелочных функций Здесь очень классная Картинка специй Вот на переднем плане Видишь Никита Большие такие перчики Это вот Не черный перец Это душистый Именно перец И он прям вообще классный Он по вкусу почти никакой Но он реально очень душистый Запах придает Аж слюна брызжет У меня сейчас Знаешь Как по гопникам Сквозь щель между зубом Вот так вот Ты должен Ты должен по идее Бояться ее Потому что здесь Какая-то ячеистая структура Если честно Наблюдается Ну да Оно похоже на маленькие Осиные гнезда Но я Когда дело касается Кулинарии Я чуть-чуть Более Так сказать Крепок Крепок духом Поэтому мне нравится Душистый перец Классный Так вот Если без параметров Надо все-таки Обозначить круглые скобочки И стрелочку 42 Там например Можно не обозначать Можно нижним подчеркиванием Сделать Перед стрелкой Собственно Если параметр 1 Можно без скобок Писать Х стрелочка 42 Ну если вы хотите Можете все-таки В круглые скобки Заключить Так сказать Для консистенции Чтобы у вас везде Это все зависит напрямую От вашей команды От того Насколько вы ориентируетесь В этом Потому что вдруг Вы все записали У вас Кпатибо Красиво все А другие все Люди из вашей команды Открывают Не понимают Какого хрена Тратят 20 минут На то Чтобы вас найти В кафетерии Спросить у вас Какого мать его хрена На 42 строчке Происходит кода И ты такой Идиот Дебилы Это просто Я опустил скобки Не в криминальном смысле Потому что их можно Там не писать Пиши один параметр Вы чтобы этого не было Можете договориться Как вы это делаете Можно заключать Даже единственный параметр В круглые скобки Просто для того Чтобы повысить Readability Потому что Readability Оно у всех свое Как мнение Поэтому да Если несколько параметров Их обязательно Заключать в круглые скобки Перед стрелкой Так вот Здесь вот как раз Разница между Statements И expressions Expression Выражение Statement Все на самом деле Как выражение На русский переводится Но наверное Есть нормальные Русские слова Напишите в комментариях Прямо Statements Равно Выражение Expressions Равно Еще Другие выражения Насрать Короче говоря Если вдруг У вас Стейтменты какие-то Обязательно Должны быть Кудрявые скобки Ну например Любой If Любой Свич Или Даже Консоль Log Это Стейтмент Он ничего не возвращает Он выполняет действия Это Стейтмент Всегда нужны Кудрявые скобки Если вдруг У вас Один Expression Всего лишь То есть Только Return Что-то Кудрявые скобки Можно не писать И сам Return Соответственно Тоже писать Не нужно Если вдруг У вас Просто вы Хотите Красиво Написать То есть На несколько Строк Не в одну Строчку Все записать Чтобы опять же Никто не понял А сделать более Readable Для ортодоксальных Классических Программистов Можете Поставить Кудрявые скобки Даже для одного Стейтмента Или Expression Потому что В общем-то Это не Воспрещается Можно и Один параметр В круглые скобки Заключать И кудрявые Всегда ставить И в общем-то Практически Избавиться От всех Синтаксических Сахаров Стрелочных Функций Потому что На самом деле Опять же Забегая вперед Хотя мы это Тысячу раз В подкасте Обсуждали У нее есть И другие Черты Сильные Кроме как То что Красиво Выглядит Object literals Если вдруг Вы возвращаете Именно Объектные Какие-то Штуки То есть Свойства Объекта Вы их Заключите В кудрявые Скобки Без Return Вот этого То есть X Стрелочка В круглых Скобках Кудрявые Скобки Y Двоеточие X То есть Мы Объект Свойству Y Присваиваем Значение Того X Который Нам как Параметр Был Передан Вот Нужно В круглые Скобки Это Обернуть Для того Чтобы Он То что Внутри Круглых Скобок Выполнил Интерпретатор Потому что По умолчанию Он посмотрит И ошибется Скажет Чуть непонятно Что тут Происходит А чтобы Через интерпретатор Это именно Прокрутить Надо в круглые Скобки Заключить Вообще Кроме Этого Кроме того Что вот Какие виды Бывают Да Он говорит Автор нам Говорит о том Что они Синтексически Анонимны Стрелочные Функции И Как плюсы Есть То есть Ну мы Там Память не захламляем Ничего нет А так и минусы Сложно дебажить У тебя не будет написано Что там На пятнадцатой строке Функция с названием Сделать Хорошо Не работает Это большая Анонимная функция Она где-то Просто исполнилась И все No self-referencing Нельзя обратиться На нее на саму То есть Рекурсию Никакую не сделать Потому что Это анонимная Мать твоя функция Как ты можешь К ней же обратиться Она Практически Ну не существует Она временно Существует И все Самый главный плюс Который есть Это отсутствие This Точнее Ну Новый This Не создается В рамках Этой функции Остается тот This Который лексически Был в том месте Где вызывалась Эта функция Вот это Главный плюс Он же может быть Главный минус Для тех Кто просто хочет Все свои функции Переписать на стрелочные Чтобы они красиво Выглядели Не выйдет Надо все-таки Думать башкой Ну кстати Вот например Здесь видно Что вот есть Такая функция На ECMAScript 5 SetTimeout Мы объект объявляем У него есть Какой-то ID 42 свойства И у него есть Метод Counter Этот метод Counter Это function Counter У которой Внутри Есть SetTimeout Function Такой-то И по таймауту Мы консоль Логаем IDшник Этого объекта Если мы здесь Не напишем Bind This То тогда У нас Не будет Понятно Что This Это объект Объект Ну потому что Вот Внутри Function Создастся Свой This А мы Передаем его Через Bind Или Bind По-моему Bind Правильно По-английски This В случае С стрелочными Функциями Это делать Не нужно Стрелочная Функция Не переопределяет Свой This И она По-умолчанию Забирает Тот This Который Был В том Месте Где Ее Описали Поэтому Выглядит Более Readable Просто Console Log This ID И она Уже По-умолчанию Понимает Что This Это Обж И его ID Равен 42 И будет Его Выводить Просто То есть Это Сила Стрелочной То есть Просто Ну Нужно Это Как бы Знать Ты имеешь Что-то Стрелочные Функции Сила Для Лохов Могила Да Все верно Когда Не надо Их Использовать Первое Это Методы Объектов То есть То Что Сейчас Здесь Мы Уже Говорили Если Мы Будем Вызывать Этот Метод Просто Потом Cat Jumps Количество Жизни Не Уменьшится Потому Что В тот Момент Где Мы Вызовем Cat Jumps This Будет Не Кету Равен А Тому Чего Вокруг Ну То есть Где Мы Вызываем Cat Jumps Поэтому В методах Каких-то Объектов Лучше В тех Методах Которые Меняют State Самого Объекта Лучше Стрелочные Функции Не Использовать Не Стоит И Также Не Нужно Использовать В Колбэках С Динамическим Контекстом Сделали Вот Она Кнопочка Кнопочка Это Просто Кнопка С Аидичником Press Через Get Element By Id Press Мы Ее Получили Получили Домовый Элемент К нему Добавляем ADD Event Listener Click И вместо Колбэка Мы Пишем Стрелочную Функцию В данном Примере В которой Делаем This Class List Toggle On По идее Мы Просто Либо Добавляем Либо Убираем Класс On По Нажатию Соответственно Четное Нажатие Добавляем Нечетное Убираем Если мы Кликаем На кнопку В данном Случа Со стрелочной Функцией Мы Получим Type Error Потому что This Не привязан К кнопке Он будет Привязан К тому Моменту Где мы Вызываем Клик То есть Там Window Какой-нибудь Будет Или то Что Вокруг Поэтому Не надо Так делать Используйте Стандартные Функции Там Где Это Просто Где-то Должно Работать Именно Так Ну И еще Третий Вариант Это Когда Реально Вы Все Написали На стрелочных Функциях Вы Такие Классные А в Курилке Потом Все Шепчутся Говорят Васька Совсем Дурной Он Какое-то Говно Написал Мы Теперь Не Понимаем У нас Работа Встала Как бы Понятно Что На самом деле Это Их Всех Надо Уволить А Ваську Да Но Что Что Характерно В таких Вещах Как Map Reduce Например В Callback Использовать Стрелочные Функции Это Удобно Потому что Это Readable То есть Ты делаешь Map Или Reduce Какой-то Массив Перебираешь И вот Сам Callback Который Там Говорит Что Если Там Такой То Оставить Если Не Такой То Не Оставлять В том Новом Массиве Который Будет Reduce Через Method Reduce Там Действительно Стрелочные Функции Быстро Красиво Используются Они Я сам Так Ты еще раз Делал И через Find Я делал То есть И через Map И Reduce Это Действительно Удобно Просто Ты Как Микроэлемент Такой Его Используешь Что Как Просто Экспрешн Ты даже Это Как Отдельный Callback Не Оформляешь И Тот Кто Не Знает Как Работать С Потому Что Он Так Красиво Здорово Написано Опять же Надо Это Делать Только Тогда Когда Это Все Поймут И Это Реально Ускорит Ваш Процесс Разработки Как То Так Блин Ну Круто Круто Согласен Синтия Ли Между Прочем Это Была И Она Тут Говорит Что Она Problem Solver Полный Поэтому Нихрена Вот Вот Так Мы Еще Жирные Черты Черты Черту Подстрелочными Функциями Подвели Я надеюсь Прямо Исчерпывающе Посмотрим Как Напишите В комментариях Пишите Вообще Кстати Можете Нам На Work Sobaka Web Design .ru Написать Прямо Сказать Чуваки Прямо Прорекламируйте Нас Так же Классно Как Вы Про Стрелочные Функции Сказали Четко Хлестко И Жирную Черту Подведите Под нами И Мы Таким Web Design .ru Да А следующая Тема Это Забытые Аудиоформаты L-кассет L-кассет Так И Это Действительно Забытый Очень забытый Аудиоформат Который Знаешь Я вот Когда читал Я охренел Я вообще Не уверен Что я знал Такой Хотя Вроде бы Мне вот Судя по картинке Я вот Вижу Sony Проигрыватель L-кассет Этой Мне кажется Что я видел Ее 100 тысяч Миллионов раз Так же Как Часы Монтана Но Оказывается Были Представляешь Ну Понятно Что это Японская Разработка Но Были Такие Кассеты Которые Были Больше Чем Те Кассеты Которые Обычные Аудиокассеты Причем Чуть ли не В два Раза Ты просто Открой Да Тут есть Картиночка И она Чуть в два Раза Как Видеокассета Короче Сейчас Расскажу В чем Суть Уже Появились Аудиокассеты Но Еще Аудиокассеты Чтобы вы Понимали Они Не сразу Были Такие Хайтечные И На них Можно Было Много Треков Писать Ну Как Много Условно Много Сравнительно Много Нет Ну Изначально Кассеты На них Можно Было Типа Три С одной Стороны Три С другой Стороны Трека Писать И Это Это Как Было Самое Начало Еще Аудиокассет И Там В один Момент Пацаны Из Трех Компаний Таких Как Сони Хитачи Еще Что-то Там По-моему Подмутились А Сони Тиак И Панасоник Подмутились Хитачи Выползли Немножечко Ну Там Там Были Хитачи Просто Ниже Я по этому К сожалению Ну Я Там Знаешь Хитачи И Сони Это Ну Да Это Все В рамках Японии Там Жаба С Гадюкой Что-то Делал Короче Они Придумали Такие Нихрена Себе Можно В одну Нишу Рынка Зайти Круто Короче Сделать Сейчас Вот у нас Кассеты На них И качество Говно То есть Вот тогда Еще Это Тогда Еще Значит И качество Типа Дерьмовое Именно Музыки И значит Диапазон Дерьмовый Вот этот Герцовый Диапазон До 16 Тысячи Герц Да И вообще Все И значит И они Изнашиваются Быстро В общем Все Минусы Было Много Минусов У начальных Аудиокассет А давай Грит Мы придумаем Для более Состоятельных Пацанов Для Всяких Рекорд Лейблов Извините Меня Опять же И Для Всяких Чуваков У которых Есть Бабло Более Менее Давайте Грит Сделаем Такой Крутой Формат Он Будет Эль Кассет Сделаем Короче И будет Классно Он Действительно И играл Круче И на нем Было Вроде Как Побольше Треков Было Все равно По три С каждой Стороны По моему На тех Кассетах На аудиокассетах Ну там Два Три С каждой Стороны До свидос Вообще На этих Вот Но они Действительно Были Большие Там Еще Было Очень Классное Устройство Этой Эль Кассеты В том Что Пленочка Достаточно Далеко Была От Краешков Самой Кассеты Да Я вижу Она там Прям натянута Я Как раз Хотел спросить Карандашом Можно было Интересно Перекручивать Можно И вообще Все плюсы Были Из-за того Что она Шире И класснее Она лучше Перематывалась Короче В общем Была Достаточно Совершенна Значит И действительно По качеству Звука Я Вот Прям реально Круче Чем Те Аудиокассеты Но Те Ну Те В смысле По тем временам В 72-й год Или какой-то 76-й Короче Но к сожалению Здесь Был промах Здесь был промах Совершен Видимо Маркетологами Или хренологами Я не знаю Во-первых Эти Элькассеты К сожалению Не было Не выпускались Уже с готовыми С кучей готового Дерьма То есть Например Не было такого Что Куча готовых Условных Битлзов Вышла на Элькассетах Они были Предрасположены Чтобы сами Люди Записывали Что-нибудь На них То есть Они были Такие Знаешь В основном Пустые Болванки Выходили И короче Из-за этого Популярность Соответственно И мафанов Если их так можно Называть И кассет Была не очень Высокая Понимаешь То есть Не было Вот этого Именно Медиа Это как Знаешь Типа На этой платформе Нет игр Соответственно Эту платформу Никто не покупает Ну Комьюнити Не было Я понял Да Не было Комьюнити Соответственно И здесь Еще была Большая промашка В те времена Начался Такой Именно Ну Если мы говорим Про музыку Раз это Аудио То Короче К сожалению Ну Не к сожалению К сожалению Для Элькассет Началось Веяние Панк-рока Понимаешь И А панк-року Было Не важно Ну Не столь важно Качество звука Сколь Именно Вот Бринчане Такой Знаешь Дерзкий звук Такой Короче Лоу-файный Соответственно Короче К сожалению Вот эта Вот Мода На панк-рок Она Немножко Погубила Тоже Элькассет В том числе И там Еще вышла Еще одна Хреновина Короче К сожалению Чуваки Придумали Что можно Каким-то Там Типа Хромо 2 Сыпать На кассету Обычную На аудиокассету Маленькую Хромом И все Круче Звучать Начинала Твою мать И все Все равно Лучше И короче Чуть хуже Может быть Чем Элькассеты Да Но Можно было На старых Обычных Проигрывателях Слушать На маленьких Кассетниках Короче В отличие От Чтобы дуру Покупать Вот эту И маф Он покупать Надо было Для элькассеты И все И короче В общем Начали Экспериментировать С обычными Кассетами Аудио Сыпать на них Всякое Дерьмо И они Стали звучать Лучше И короче Элькассеты Стали умирать Вот реально То есть Короче Ну вот Не в тему Они пришлись Вот короче И панк рок И все Вот это все И короче Так в итоге И не взлетели Так в итоге И не взлетели И там Последние Вот эти вот Элькассетники Мафановские Они еще достаточно До хрена стоили Типа 1200 Фунтов То есть 1500 баксов Короче Они уже Просто потом Продались Последней партии Чисто Куда-то там По-моему Написано Финляндию Чисто уже С аукциона С молотка И Осели где-то Тут еще так Классно написано Осели где-то В лесах Финляндии В холодных лесах Финляндии После вот Японии В подвалах Варваров Да Да В подвалах Варваров Да Ну вот Короче Вот такая Грустная история Про формат Который так и не взлетел Блин Дерьмо Не барберианс А барган Барган это сделка В каких-то просто Подвал Ну ладно Насрать Я красиво тоже сказал В подвалах Варваров Тоже хорошо Мне знаешь что Во-первых Мы с тобой обсуждали Видео формат Бета-Макс Если помнишь Что типа Он был до ВИЧС И он тоже был Хай-файный И по этой же причине Не взлетел Мы-то как бы Сейчас понимаем Что просто на ВИЧС Порнуха была Поэтому там все взлетело Да А на Бета-Максе Видимо не было Слишком дорого было Но вот здесь Похоже что-то подобное То есть Эль-кассет он Классный Но не взлетел Но на аудиокассеты Панкуху записывали Практически как порнуху Да И нахрен это не надо было Это прикольно И еще мне знаешь что Сразу сейчас вот Вспомнилось Я не помню Ну мы это с тобой Не обсуждали Ни в подкасте Ни просто по жизни А это я просто сам сидел И размышлял Что Вот эти форматы EP-шники Потом то что LP Ну то есть Обычный альбом Это LP называется Насколько я помню Вот есть формат LP EP И сингл И макси сингл Еще есть Вот они же Не просто так Были придуманы Они опять же Были придуманы Потому что Изначальные Какие-то носители Я не знаю Виниловые Или там Аудиокассеты Они вмещали Стандартное количество Треков И типа Что там Реально Два трехминутных Трека На каждую сторону И вот эти Форматы Что это сингл А это EP-шник Это не потому что Вот Ну как бы Кто-то придумал Что так людьми Воспринимается Что там В сингле Два трека Там какой-нибудь Сам трек И ремикс На него Там в макси Сингле Четыре трека Два ремикса Радиоверсия И оригинал В EP-шниках Там пять-шесть Треков всего Тоже Это вот не потому что Придумали маркетологи Что вот Ну воспринимается Там по два По четыре По шесть А в LP-шниках В обычных альбомах Там по девять По десять По восемь Да Это потому что Именно носитель информации Позволял Такое-то количество Записывать И опять же Даже говорили Что Ну как бы Многие музыканты Им запрещали Больше трех минут Там трех тридцати Девать треки Потому что Они бы тогда Не влезли на пластинку Их бы не покупали А если бы покупали То они бы Конкурентно Не в преимущество Не было Потому что У всех по шесть треков А у вас пять Нахрена Это же скучно Реально То есть индустрия Она диктовала Какие-то свои условия И вот ты Какой-то одинокий Блэк-металист Из Финляндии Который хочет делать Треки по девять минут Причем естественно Крайне увлекательные Да Искусству подрезали Крылья получается Вот да Я почему-то сейчас Вот тоже Ты это сказал Я вспомнил Когда ты сказал Про панк-рок Вот мне это вспомнилось Что реально Очень форматно Заставляли делать музыку В те моменты Рекорд-лейблы И если ты зависим был От рекорд-лейблов Тебе приходилось Работать по формату Какому-то конкретному Это сейчас Ну как и сейчас Знаешь Ну слушай Сейчас Ну это меньше Сейчас много индятины И сейчас ты просто Если ты хочешь бабки зашибать Тебе приходится работать По формату Но если ты уже Бизнесмен У тебя две частных пивоварни В норвежских фьернах Прямо вмонтированных И ты хочешь делать Просто как хочешь По десять минут Какие-нибудь треки Там По Хансу Зиммеру Непонятные Да То ты вполне можешь Это себе позволить Просто в iTunes Зайти Через любой Инди-сайт Который Как бы он инди То есть это ты Трегаешься на сайте И через этот сайт Управляешь Тем Что ты в iTunes Выкладываешь треки Просто этот сайт С тебя еще там Пять процентов берет Но он тебе не диктует Условий Как именно ты Размещаешься И так далее И тому подобное То есть Я просто Недавно Опять же Интересовался Этим моментом Как вот просто Взять и выложить Свои треки В iTunes Вот есть места Где можно Без подписывания Контракта С каким-то лейблом Ну понятно Тебя никто Продвигать не будет То есть Ты это делаешь Если у тебя уже Там Девять тысяч Инстаграм фолловеров Платежеспособных И тебе вот Только надо выйти В iTunes И ты кидаешь Клич у себя В сторис И все у тебя покупают Ты миллиардер Сразу Ты круче Димы Билана Вот это в таких Случаах Надо делать Но вот мой Лирический герой Который Две пивоварни частные Вмонтированы Во фьорду Он вот Именно так себе Это и может Все позволить Поэтому Когда-нибудь Так все и будет Такие дела Отлично Ну и собственно Заключающая тема У нас сегодня Заключающая Это вот Судя по названию Написано просто ФСБ Заключающая Кого-то Ну-ка Интересно Вообще Смотри Интересно Тема про аудиоформаты А какая у нас Дискуссия С тобой получилась Интересно Полуностальгическая Полу просто Философская Полу про Фьорды Мы Понимаешь Мы да Мы с тобой Для этого и берем Темки На самом деле Подсознательно Мы не думаем Мы такие А да возьму Там про аудиоформаты А потом meal А как классно Раньше было И кряхтим Пердим Тут сидим Ну в общем Наш стиль Согласен ФСБ на Хабре статья. ФСБ хочет ввести ответственность за скрытое применение диктофонов и камер в смартфонах и не только. Эту статью я сам нашел в дайджесте от Хабра. Опять же, про форматы это, по-моему, ты скинул, да? Ты ее скинул в патроновской части. Чуваки, мы тоже что-то находим. Не думайте, что мы на шее у вас сидим. Нихрена подобного. Мы тоже живем в интернете и тоже нас зацепляли. Мы не машины еще. Мы способны зацепляться тоже за какие-то темки по тебе. Ну, про форматы я сам с ним уже знаю, что подсунули. Я еще так чуть-чуть подсунул, знаешь, как будто они сейчас не знаю, будет интересно или нет. Да, да, да. Ну, очевидно, что будет. Потому что я-то тоже понимал, что будет вот это вот все. Короче, ФСБшники, они внесли законопроект в ГДРФ, в Госдуму. Не помню, кстати, в Госдуму они или куда внесли. Куда-то они ее внесли, короче, на руках прям. В грудную клетку. Что надо в Уголовный кодекс в статью 1381. Что, серьезно? Такая большая статья? А, 138. Дробь 1. Просто первая часть. Что-то я лошара. 138-я статья. Дробь 1. Дополнить такими примечаниями, что под... Статья звучит... Как же она звучит-то? Почему-то здесь нам фактуру как-то хреново описали. Я гуглю. Статья. 138. УК. РФ. Зачем мы будем, слушатели, вводить в говно? Называется так. Ответственность за нарушение тайной переписки телефонных разговоров. Нарушение тайной переписки телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. То есть, если ты без ведома кого-то выкладываешь скриншоты из чатика и не замазываешь имя. Это на самом деле уголовка. Если на тебя подадут в суд и напишут заявление в полицию, то ты можешь присесть. Так вот, ФСБ хочет дополнить эту статью тем, что в техническими средствами, то есть, там, если смотреть пункт 1, опять же, то, так, наказывается штрафом, короче говоря, нельзя так делать. А они хотят дописать, что нельзя так делать с помощью специальных инструментов программного обеспечения для электронных вычислительных машин или других электронных устройств, независимо от внешнего вида технических характеристик. Короче, если ты вдруг случайно или специально включил диктофон, это у тебя какие-то звуки? У меня всё норм. Какие-то звуки, как будто ты на гитаре, там, где струны к колкам крепятся, именно вот на коротеньких кусочках между зажимающим порожком верхним и колками играешь, и такой звук дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын, как музыка ветра китайская такая. Вот что-то ты такое сделал, колись, рассказывай, какие-то там струны. Ничего не делал, вообще спокойно, пёрнул, да? Так вот, что если ты включил диктофон и записываешь, неуведомив чувака, что производится запись разговора, то он тебя усадит. Я вот сейчас как раз включил диктофон и неуведомлю. Вот, то можно усадить тебя за это, если вдруг написать заявление. И это несмотря на то, что есть статья 272-273, то есть 272-я, неправомерный доступ к компьютерной информации, 273, создание и использование и распространение вредоносных компьютерных программ. То есть, ПО, которая в твоих телефонах может записывать без палевого отчёта, а есть такие андроидные приложки, которые типа ты поставил, они сымитировали, что телефон выключился, а на самом деле они пишут в это время. То есть, это прям ты там своей жене ставишь такое, или другу, которого ты подозреваешь в чём-то, или кому-то ещё. Вот. На самом деле, это, конечно, я не совсем понимаю вообще, это под кого-то конкретного пишутся такие изменения в статье? Или чё? Или просто скучно людям? Как реально? Ну, это под какие-то, походу, кейсы написано. Ты же понимаешь. То есть, наверняка, реально много приносят заявлений, типа, от бывших парней против бывших девушек, что типа, вот, она меня прослушала, из-за этого там то, сё, пятое, десятое. И они говорят, чувак, извини, братан, но это никак не регламентировано. И вот накопилось 500 таких кейсов, видимо, и они такие, блин, а может как-то это, произвол-то какой происходит, надо уже посадить всех этих баб, которые прослушивают. Это ладно 500, там 500 миллионов должно быть, я не знаю, таких кейсов, чтобы... Ну, вот не знаю, то есть это не совсем понятно, даже сейчас уже есть, оказывается, судят людей за покупку устройств с функцией удалённого аудио-видеонаблюдения и передачи координат радио-няни-ошейники для животных. Что типа, а вдруг ты собаку за кем-то именно водишь, и эта собака, ну, то есть ты собаку науськал, чтобы она всё время следила за конкретным человеком. И ты по GPS-ке, которая в ошейнике собаки, видишь, куда этот чувак двигается. Потому что, ну, не вызывает никаких подозрений. Собака за человеком уже полдня ходит. Вообще нет. И передаёт. Вот продолжает судить людей за это, и поэтому, вот они хотят, видимо, дополнить эту статью. Но на самом деле, я просто, вот мне понравился громкий заголовок, вот сейчас мы разобрались вместе с тобой, и, казалось бы, ну, сильно даже выведенного яйца не стоит. То есть, ну, давай как? Мы, если ты хочешь написать на кого-то заявление, то ты найдёшь, до чего докопаться. Ну, реально. То есть, вот, ты, зачем вот это расхолаживать людей и давать им больше поводов ябедничать друг на друга? Я не совсем понимаю. То есть, это очень спорные поправки и без того спорным статьям. Что такое нарушение тайной переписи? А если чувак сначала сказал, что я разрешаю, ты с него письменную расписку не взял, он потом в отказную пошёл. А всё надо было брать? Ну, надо было записать, как он... Да, надо было записать, как он записал, как ты записал. В общем, друг друга будем записывать, и нормально будет. Вот. Но это какое-то говно. То есть, не знаю. Вообще, я, честно сказать, даже теперь не знаю, зачем мы эту тему взяли, но вот не надо. Ну, интересно. Давай, интересно, что скажут наши слушатели, те, кто вообще дослушал до этой темы. Да. Просто их мнение. А для чего? А кто будет пользоваться? И так далее. Вот. Всё, в принципе, обойка у нас происходит. У нас обойка, да. У нас обойка. На обойке мы что видим? Мы видим, как минимум, наш подкаст? Конечно. Он не может не быть на обойке. Да, наш подкаст, это, естественно, вот, знаете, вот эта жёлтая хреновина, такая вот на воде, которая происходит, этот наш подкаст. Блики от маяка ты имеешь сюда? Да, да, вот. А сам маяк, это темки ваши, которые вы нам будете предлагать на youobdesign.ru, на нашем сайте, естественно. Вот. И абсолютно наш, а вот это всё море, оно отражает, как бы, ваши темки, преломляет лучи. То есть море, это мы с тобой. Мы преломляем темки и направляем уже на всех. Да, дифракция, интерференция происходит. Вот такие умные слова. А законы Кирхгофа у нас происходят, когда мы это делаем? Это он в том доме. это всё, понял, понял, всё правильно. Там у нас с тобой законы Кирхгофа. Короче, ну, смотри, через, так сказать, реку или через побережье там второй маяк. Это что? Это подкаст Frontend Юность, который мы сегодня уже упоминали. Скорее всего, и у них там стрелочные функции. И там они преломляют тоже. Они там ух как преломляют. У них там стрелочные функции. У них там всё, значит, преломлено. Но мы преломляем у себя тут. У нас своё преломление происходит. У нас тут свой заливчик уютный. Да? Вот дай бог нам всегда оставаться с нашим уютным заливчиком. Пусть он чуть-чуть расширяется, но вот всякую тину, ил, нефть, нефть разлитую какую-то. Нефть разлитую какую-то. Мы вот не допустим в наш заливчик. Пусть у нас здесь кристально чистая вода будет, артезианская, только сама лучше. Будем отражать. Да, мы будем отражать все попытки загрязнить нам наш водоём. И да, подписывайтесь на наш водоём во всех соцсетях, все ссылки в описании есть. Ставьте нам звёздочки в iTunes, пишите отзывы на YouTube, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, жмите колокольчик. Увидимся через неделю. С вами был Тормознутый и Картавый. Пока. Увидимся. Пока.